Никаких посиделок в чате, никаких суровых, все по-настоящему. Добрый вечер, истосковавшиеся по русскоязычным стримам зрители, дамы и господа, леди и джентльмены, сеньоры и сеньорими. Начинаем наш русскоязычный стрим. Всем привет, меня слышно, Вадим, ты забыл меня отключить. Я забыл тебя отключить, но этот человек, это Антон, этот человек голова, которая придумала GoMagic, и эта говорящая голова сегодня с нами на стриме, поэтому вот, минуточку аплодисментов, и да, Антон сегодня с нами на прямой связи. Рад всех видеть, слышать, точнее только читать. Как меня слышно-то на самом деле, как звук? Звука-то нет. Ребят, скажите, как звук, не слишком ли громко и все такое. Видимо, должен я спросить, потому что вдруг, если у Антона звука нет, то он там только рот открывает. Антон, а слышно вообще то, что он говорит? Он там спрашивает про звук. Плюсики там поставьте, подтвердите, что человека слышно. Звук норм, отлично, все, супер-супер-супер. Да, так что мы сегодня, видимо, с Антоном пообщаемся. Мы с ним, кстати, давно прям реально не общались, потому что он теперь далеко, а мы далеко. Мы-то, знаете, сами понимаете, где. Здесь сегодня весь день дождь и вообще ужасная погода, но зато у нас сегодня прекрасный стрим на русском языке. Просто чуть потише меня сделать. Действительно, там, когда только начинался стрим, я слышал, у меня было очень много. Так, ну давай попробуем вот так. Раз-два, раз-два. Как лучше стало. Эй! Нормально? Я вроде почти что сделал. Да, это у нас такой первый тестовый созвон. Мы, в принципе, хотим еще... О, ага, сейчас замечательно. Приглашать еще других каких-нибудь интересных личностей на разных языках, вот. Поэтому тестируем все эти возможности. На самом деле, это не так просто все это настроить, чтобы там и картинка, и звук, чтобы это все было синхронное, не громкое и там подобное. Особенно мне. Вот если бы здесь сидел Антон, например, а я был бы на другом конце, все было бы значительно проще. Но поскольку тут есть только говорящая голова Антона, вернее, вот тут, а его рук здесь нет, поэтому все, конечно, гораздо сложнее с этими техническими штуками стримовыми. Но, да, если мы с ним сейчас все это настроим, все замечательно, то можно будет на английском языке приглашать каких-нибудь европейских товарищей интересных, ну, и русскоязычных каких-нибудь интересных товарищей можно вполне себе приглашать. Ну, в общем, все это впереди. А сегодня вот у нас, Антон, его можно мучить вопросами, там, когда дерево там навыков, там, когда курсы следующие, когда вообще сайт заработает, когда, наконец, эти самые там монетки появятся, такие подпрыгивающие, как Супер Марио, ну, когда вот это все? Вот все эти вопросы можно в эту сторону адресовывать. Наверное, мы можем... Антон, в чем... Да, пожалуйста. Может быть, мы начнем какую-нибудь партию, там, не знаю, там, с очень неспешным контролем, скажем, на 13-й доске. И по ходу дела можно будет, наверное, чтобы... А то я сижу такой передмонитором. Я не знаю, какие у нас вообще планы-то? Ты озвучишь? Я думаю, что... Ну, у нас сегодня абсолютно беспечно такой бесплановый стрим, на самом деле. У нас весь план заключается вот в этой вот голове. Поэтому мы сегодня, я думаю, просто сыграем с Антоном Паркейку, вы будете задавать ему вопросы. Антон будет по ходу партии что-то говорить. Я буду эту партию смеяться и комментировать, срокастически ругать Антона за плохие ходы. А потом, может быть, сыграем с кем-то еще. У нас тут еще есть Ханимба Джова, подзаготовлен немножко. Я уже говорил про одну из его партий, вернее, даже про три из его партий я говорил на англоязычных стримах. Но для тех, кто, возможно, пропустил или не был, потому что, боже мой, английский язык, вот для этих товарищей мы сегодня вот одну из этих партий, которая прям, я ее в курсе упоминал. И, ну, нельзя ее пропустить, поэтому я ее сегодня вам, возможно, покажу тоже, после того, как мы обыграем Антона все вместе. Ну, Джову мне хотелось бы увидеть, еще раз, потому что на английском ты там, конечно, что-то пропускаешь. И, ну, в принципе, мне кажется, такие партии можно не один раз смотреть. Тут вот Алексей пишет, что готов отыграться, может, с ним сыграешь, а со мной можно, например, быть потом. И, в принципе, наверное, можно будет сделать какое-нибудь голосование, то, что хочет, там, побольше поиграть или, я не знаю, ну, и так далее. Я уже предлагал тут лучшее голосование, это, видимо, А. А. Новая партия. Б. Пока говорим про партию с Дзелой. С. Заканчиваем стрим прямо сейчас. Все голосуют за С. Я беру чай, отставляю его в стороночку и ухожу. Давай с тобой вначале. Так, подожди, что? Кто? Ну, видимо, насчет игры. А, да, я понял. Ну, можно, давай, может, на маленькой для разогрева. Для чего разогрева? Как ты хочешь. Я уже тут разогрелся, я сделал несколько кружков по комнате. Ладно, давай на маленькой. Так, твой аккаунт у меня вроде как есть, так что я сейчас тебя... Алексей, я тоже хочу заварить чай. Я забыл. Чай подготовить. Так, сейчас мы... Хэппи Кэт, привет. А кто такой Хэппи Кэт? Кстати, ребята, напишите, кто из каких городов. Очень интересно. Вот Антон Козерас, Антон Козерас этот вопрос задает, 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 задает. А я не задаю и не задаю. И не задаю и не задаю. Я из Твери, если что, сейчас? Да. Антон, если что, из Твери, да. Тверь, Калининград. Тверь, Калининград. Круто. Так. О, Долгопрудный. Фистех. Москва, мы тищем. Я не видел Хэппи Кэт, где там Хэппи Кэт там рикнул. Я вижу... О, серьезно? Алексей говорит, родился в Твери. Прикольно. Ну, вот видишь, так. Вот она, тяга. Так, что, Антон, какой ты имеешь в виду маленькая, это 9 на 9 или 13 на 13? Ну, давай устроим голосование. Точно как? Это я сам-то не догадался. Ну, давайте устроим голосование. Так, ну что? Голосование. Больше интерактива, больше интерактива. Голосование. Партия с Антоном. На доске 6 на 6. Или 7 на 7. 9 на 9 или 13 на 13. Сейчас мы замутяшим. А мы же ответственные за... Да, сейчас мы замутяшим, да, голосовалку. Ну, естественно, я сейчас в воздух посылаю голосовать. Варианты, они всплывают в чате. Так, Москва, Долгопрудный. Чай, да, чай, это прям... Не знаю, я когда очень много говорю, мне прям... Правда, я чай вообще просто люблю. И когда говорю много, и когда мало говорю. Еще вот кофе сейчас было бы тоже неплохо. О! По-английски. Ребят, напишите, кто из каких городов. Такое ощущение, как будто у нас два человека в чате. Нифига себе, там такие варианты. Надо напечатать не а и не б, а 9. Да, тут сложно. Тут основательно. Правильно. Там вот x или там вот знак умножения. Тут большая разница, мне кажется. Мне кажется, вот не поймет. Я не умею писать ничего другого, только x я все заставлю. Знак умножения. Ну, тут на этой квадратуре его еще и нет, по-моему. Так, что у нас пока оба два человека за 13 на 13? Легкий, легкий выбор. Не, ну 9 на 9, конечно, там, наверное, только начинаешь. Ход в тенген и партия закончилась. Наверное, что это? Наверное, 13 на 12? Ну, давай. Самое короткое голосование в истории еще в очередной раз произошло. 13 на 13. О, да, 13 на 13. Все, решено, решено, решено. Открываем голосование. Все, вызываю Антона. Вызываю Антона на ОГС. Так, Антон. 13 на 13. Время ставим, значит, по 7 секунд. Чтобы не дать ему возможность ничего говорить. Так, ладно. Ставим время. Давай ставим время минут 15, чтобы. Что тут варианты? Давай 20 прям. С лихвой, чтобы. Эх, ну, так, форы не надо. Цвет. Все автоматически. Ну, погнали, что ли? Опа, кто-то зафолловил. Привет. Добро пожаловать. Так, это же был фоллов, да, я надеюсь? Да, нам хэппи-кэт. Хэппи-кэт. Привет-привет. А, хэппи-кэт. Хэппи-кэт дрип? Дрип — это, в смысле, как капать? Серьезно. Так, ну, вроде бы, сэнд-четинж. Так, ага, так, мне пришло... Ну, здорово, Ксюша, здорово. Game started. Опа. Так, ОГС. Пада-бум. Всем все видно? Антон сказал, да, да. Да, да, Ксюша, прикинь, вообще, мы, да, мы Антона вот созвали. Как-нибудь сейчас идет Антона, Антона, в эту сторону, вон он там сидит только в углу. И, да, созвали его, чтобы можно его мучить вопросами, отвлекайте его максимально вопросами, спрашивайте его самое-самое тяжелое, все, что там, все, что... Антон, где там это, где то, как, почему и не работает, где баги, кто будет фиксить все. А тем временем я буду играть самые жесткие ходы, самые жесткие кисудзи. Да, пожалуйста, спрашивайте, да. Можно меня отвлекать. Так, а тем временем... Можно Вадим отвлекать. А, ДНП. Я тут просто, у меня мелко, я видел, я понял, ДНП, я думал, там, да, я понял. Никас на Антона! Черт, фига какие, как же мало веры, как же мало веры в меня. Сразу на Антона все ставят, ну ладно. Но я, скорее всего, проиграю. Не, Вадим сильнее играет, в большинстве партий он выиграет. Мне чудом удается выигрывать у Вадима. Слушай, а на 13-м, мне кажется, мы вообще никогда не играли. Никогда, да. Я на 13-м вообще играю, наверное, ну... Меньше всего вообще. У меня меньше всего опыта именно на 13-й доске. Опа! У нас там новая голосовалка. Кто на кого ставит? Буквку А, это, видимо, Антон, а буковка В. 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 Победная В. Victory. На Вадима. Так, ну что, где там мои... Начинается. Да-да-да. Ну, пошло-пошло там, пошли с Никеса. Так, а что же делать? Ну, 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 чё, это как-то так. Подожди, я хочу что-нибудь сыграть оригинальное. Сыграть на тебя. Что, на меня там, да? Ну, как на меня? Ну, пока 2-1, чё, какой-то на меня. А, ну, давай так, аккуратненько сыграем. Ну, выровняли, всё, всё, 50 на 50. Доволен? Антон такой, да. Радик Е, да, спасибо. Зря, зря. Так, ладно. А что мы будем делать? Тут надо как-то... Вот ненавижу, что за... А, по времени. Антон выглядит по времени, считает Миша в лице GoMagic. С минуты у нас основного времени, плюс Биомин, вряд ли. Ну, что-то надо сейчас... Да, я тут, конечно... В принципе, Антону тоже тяжело. Он тоже говорит на стриме. Обычно я говорю, вот, мне тяжело, я говорю, я улыбаюсь, и вообще я тут чай пью. А вот там люди сидят такие спокойные, у себя там с печеньками. Так нечестно. Но сейчас Антон тоже сидит. Ну, я могу позволить себе помолчать. Да, 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 хитрый какой. Так, ну, ладно, а что мне делать-то? Вот в таких ситуациях, вот, на большой доске, я бы не думаю просто... Да, да, у нас Антон здесь, да, привет, Коля. Вот обычно я просто играл бы какой-нибудь какари, да, я просто бы угол атаковал и не думал бы особенно. Но сейчас угол атакуешь, и, конечно же, Антон сыграет клещи обязательно. И я должен буду вроде куда-то бежать, что-то думать. Так не хочется бегать. Отлично, Вадим рассказывает все планы. Да, да, и поэтому, наверное... Ну, а что делать? Давай попробуем. Сыграем легкое такое, низкое, современное. Я раньше играл только высокое какари, мне все время вот нравилось играть высоко. Но сейчас компьютеры прямо основательно не рекомендуют, сильно отклоняются. И действительно, варианты проще. Мы об этом поговорим, кстати говоря, в курсе по джюсеке. Вот действительно, варианты после низкого какари значительно проще. То есть в целом легче получить простую игру, особенно если не хочется каких-то сложных вариантов куда-то в дебри идти, то вот после низкого всегда почти можно вырулить во что-нибудь простенькое. Я надеюсь. Сейчас будем против Антона выруливать в простенькое. Антон сейчас будет давить, давить. А мы... Спокойно, спокойно, господа. Ксюша спрашивает, кого мы еще планируем приглашать. Привет. Привет. Кого планируем приглашать? Ну, планируем приглашать, наверное, из простого, а, конечно же, российских игроков. Можно вполне себе пригласить Игоря Бурноевского, можно пригласить Степу Трубицина, можно пригласить кого-нибудь еще там, Тимура Санкина, еще кого-нибудь. А из западных, ну, я думаю, что вполне себе можно попробовать связаться с какими-нибудь там европейскими топ-данными. Мне кажется, было бы классно Станислава пригласить в проезд. Да, Станислава, Станислава Фрейлика, да, было бы классно, да, мы об этом вот давно уже думали, и, конечно же, я думаю, что сейчас мы проверили, что все работает, чтобы никаких накладок точно не было, и Станислава позвать, да. Так, что, если я, наоборот, играю высокое, чтобы не нарваться на сложные варианты? Ну, ты знаешь, высокое ты, конечно, играешь, но это потому, что у тебя дан, Ксюша, потому что если против тебя сыграют против высокого какие-нибудь низкие клещи, вот эти близкие, то что там делать? Там не так все просто. Это игра за звание главного в проекте. Тогда мне надо на срочно начинать поддаваться, да. Я главного это быть не люблю. У нас сейчас эксперимент в нашем проекте. Сейчас временно Вадим занимается менеджментом, руководит всеми. Да, Вадим главный, и сейчас он хочет проиграть эту партию, судя по всему, что отдать. Так, а что делать-то? Антон не стал играть клещи тем временем, надо подумать. У вас же чай, играйте на печеньки. Да, ну, чай с печеньками. Антон, он их ради пришлет, эти печеньки из Твери, дождешься этих печенек, просят здесь купить. Так, вообще, конечно, хочется надавить на этот камень. На это же Антон ответит на это надавливание, куда он денется. Надавить разок. И что мне это даст? Я просто отдам Антону территорию. Не хочется, не хочется. Слишком просто это. Если я сыграю сюда, как обычно, и на территорию J11, то, конечно, тогда получится, что все камни Антона прямо в идеальной форме стоят. Ему не придется ход добавлять. Я сыграю, J11, он сыграет Хаане, H11, я оттягиваюсь, он соединяется, я должен прыгать, и Антон может атаковать мой камень. Комфортно за белых получается. Так что, так играть нельзя. Видимо, придется играть все-таки слева. Вопрос что? Надавить или вторгаться? Вторгаться, наверное, чрезмерно круто. Что-то там слишком, наверное, авантюрно. Поэтому, видимо, надо играть что-нибудь поспокойнее. Ну, давай уже, ходи. Ну, вот я думаю. Действительно, время сейчас закончится. Да не закончится, ладно. Давай, что-то. Знаешь ли ты варианты на Хасами на низкое какари? Хасами на какари? Говорите вы. Где там варианты? У меня... Что? Так, просто на высокой какари я знаю все Джусеки. А знаешь ли ты Хасами на низкое какари? Сейчас. Низкое какари. А, Хасами на низкое какари. Смотря какой Хасами. Там шесть Хасами есть. Подождите. 6 хасами на низкие какари. Вы творите спикироваться со мной терминами японскими? Ну так давайте же, Ксения. Так, чат-то мне. Где мой чат-то, господи? Мне чат не поставили. Вот почему я чат-то не читаю. Я поэтому не люблю маленькие доски, куда не сыграешь везде плохо. А он там есть, да? Ну, тут другая игра, конечно. Так, вот это да. Вот это что? Да, маленькие доски я тоже не люблю, потому что, как ни крути, все-таки наша игра человеческая очень завязана на какие-то стандартные схемы. Мы знаем какие-то варианты. Я знаю, что если я сыграю здесь, дальше будет вот так. А тут я ничего не знаю, потому что камни все расположены по-другому, и все вообще... Да, жесть! Ну, конечно, тут что, надо накрывать видимо, а что делать-то? Сейчас Антон будет... Что он будет делать? Честно говоря, я не знаю. Мне кажется, довольно странный ход за Антона. Я тоже не знаю. Такое низкое вторжение. Ну, ясен бубен, что, конечно, вообще как-то комфортно за черных это выглядит, мне кажется. Я сейчас смогу решать, что мне делать. Вот так как твой ход, да. Ну, если бы еще и ход белых. Может, давай еще пару ходов белым отдадим? Ну, давай я накрою и посмотрим, что будет дальше. И на Е9, может быть? Е9. Давай начнем. Так, Коля проголосовал. Не знаю, за кого определиться. А, В, А, В, А, В. Так, вот это, да? Тестирует бота. Нервы бота. Еще баги. Бота ломаешь. Так, а что же делать? Да, вот этот ход, конечно, самый острый. Ход. Обычно, кстати, такой ход, когда его играют, надо посчитать лесенки. Потому что это понятно, если черные сыграют снаружи, то тут все ясно. А вот если черные сыграют Атари изнутри, то есть С6, вот там белые вытягиваются, и дальше черные должны могут дать Атари и забрать камень, и тогда белые должны забрать другой. Там вот две лесенки. Я жалко не могу показать сейчас, потому что я покажу вам после партии, какие там две лесенки. И обе лесенки работают, по-моему, за Антона сейчас работают, к сожалению. Мне кажется, тут все за меня, да? Да, все за Антона работает, Антон все посчитал, он молодец. Ну, поэтому, что, поэтому Атари снаружи играем, самое простое. Я, на самом деле, я не считал, так получилось. Ну, а если бы сейчас не посчитал и чтобы не работал, тогда бы я, конечно, стал бы наказывать. Но все работает. Вот что значит опыт Антона. Так, ну центр тут маленький, поэтому... Так, так, расскажи мне о своих планах, да? Поэтому я хочу просто забирать территорию по стороне. Да, мне, конечно, тут очень... Это вариант практически форсированный, и мне вроде бы надо сейчас играть, конечно же, D8, иначе Антон даст Атари в D8 и отберет мой камень. D8 вроде бы вынужденный ход. После этого Антон, конечно же, сыграет в C5 и соединит свои камни. И у меня слабость, у меня камень отрезается в E5. И проблема еще в том, что... Ой, если я сам там соединюсь, это не Сенте. То есть я сейчас, конечно, сыграю сюда, у меня, мне кажется, выбора особо нет. Так, ну я резать не могу, наверное. Да, вот резать, да, резать, наверное, было бы слишком опасно. И вот тут проблема в том, что мне хотелось бы что-то как-то от камень спасти, но, наверное, у меня нет на это времени. Если я его спасу, Антон, наверное, не обязан отвечать на это. Поэтому, видимо, мне придется воспользоваться тем, что у меня теперь есть такие четыре камушка, более-менее сильные, вот эти вот, которые C9, там D8, D7 и еще один. И попробовать атаковать верхнюю сторону, наверное, будет самое логичное. Если Антон захочет забрать камушек на D5, ну и пускай забирает камушек на D5-то. Это же камни Кикаси. Так, что там на Фоксе? Я тоже не понял. Там нельзя менять свой голос. А, на Фоксе голосование, имеется в виду, наверное, голосование, чтобы ты голос меняешь, и он переучитывает. А, понятно. Так, ну что, надо атаковать точно. Вопрос, как атаковать. Надо выбирать точку для вторжения. Там четыре точки есть. F11, F10, G11, G10. Надо выбирать одну. Ну что, господа, что вы сидите-то, подсказываете, куда ходите-то? Надо выбирать одну из четырех точек. Вот. Сейчас надо что-то выбрать против Антона. Кто там самые сильные? Кто там Даны? Сюша, ну елки-палки. Коля. Надо Антон это обыгрывать. Подсказываете уже? Хорошие ходы. Не хотят тебе помогать. Там еще Серега в чате где-то был. Серега тоже. Давай сам. Серега, ну, у тебя агрессивный стиль, Серега, если ты меня слышишь. Давай какой-нибудь смачный ход такой. Раз! Раз! И... Включаю ката. Ха-ха-ха. Ха-ха-ха. Ха-ха. Ката, ката, ты могуч. Как насчет F11? Ф11. Ха-ха. Там где стоит моя мышка. Ха-ха. Так, хорошо. Вадим, мне кажется, хочет сходить в F11. Ф11! Ф11. Ну, F11 выглядит, да, как самый логичный какой-то ход. Почему-то по форме он напрашивается. Ката не включается. Ф11 напрашивается. И что за белого тогда делать? Белый, конечно, может просто в углу выжать. И никаких проблем не будет у него. Тогда у черного получатся бесполезные стенки кругом. А у белого очки, 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 очки. В общем, Антон, конечно, надежненько тут территорию-то нахапал. Ну, ладно. Мне нравится позиция, да. Да, да. За белых, в принципе, комфортно, да. У черных пока... Угол-то, я думаю, выживет, да. Я думаю, должен угол выжить. Ну, то есть, если я сыграю, например, сейчас F11, а белые просто сыграют C10, например. C10 живет, условно говоря. Наверное, F11, самое логичное, да. Зажимаем угол. И смотрим, как Антон будет из него выкручиваться. Ну, если угол не выживет, как говорится. Good game? Ну, просто выживает скучно. Вот. И тут Антон решил контр-атаковать. Партия получилась короткой. Мы, кстати, с Антоном, да, очень давно не играли. Потому что перед моим отъездом там было все... Очень много дел, все не до этого. А сейчас пока вот я тут уже. А у нас там ведь Габан был. Габан. E11 не очень, потому что он против поговорки не прилипает к слабому камню. Не, ну, E11 это прям странно. Нет, я имел в виду, конечно, C10. А, кто-то предложил E11? E11 за белого или E11 за черного? Ну, мне кажется, E11 и за белого, и за черного был бы странный ход. Сейчас за белого, если сыграть E11, это прям подарок судьбы. То есть E11 я мгновенно отвечаю F10. И у меня сильные камни, а у белых все равно еще выживать надо. Вот этот ход, конечно, гораздо интереснее. Да, Антон пытается из угла выйти. Если мы сейчас начнем тянуться, то, видимо, план Антона такой, что мы тянемся, 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 и Антон режет в E7. Он режет, и мои камни там погибают. То есть мне надо придумать что-то такое, чтобы мои камни не отрежались просто так. Я играю черными, Антон играет белыми. G11. Так, G11 это вообще за кого, я не понимаю. G11 это какой-то очень странный ход. G10, ага, G10. Ну, G10, да. Потому что ощущение такое, что вот тут форма у головы, в принципе, неплохая. Если сыграть F10, напрашивается, конечно, F10 сыграть, да? F10 напрашивается, но белые точно потянутся. И непонятно, что делать дальше. Надо еще раз, белые тянутся, блок, белые выходят. И как-то белые прямо меня разрезают. Прямо как, прям, как кусочек масла разрезают. Неприятно, да. Ну, в общем, мне кажется, да, Ксюша права, наверное, здесь. Что, видимо... Если только вот Кейма не работает ли? Кейма вообще выглядит очень красиво. Такая ситуация. Кейма мне нравится. Вот G9, да. Вот G9 мне нравится. Боюсь, что на такой маленькой доске такие жертвы фатальные. Не, ну жертвовать нельзя. Вот G9 мне интересно, форма очень красивая, симпатичная. Сколько вариантов? H11 будет на Кейму. Серьезно, H11? Не, ну же, H11 это бред. Подождите. Если H11, я, конечно же, свою Кейму соединяю. И у белых там проблемы с углом. А вот если белые попытаются резать меня, то резать, наверное, не получится. Или я чего-нибудь отдам. Давай ускоряйся, а то мы будем весь стрим играть одну партию. Все, все, все. Кейма. Я пытаюсь... Я просто мог бы быстро сыграть. Симпатически выглядит. Я мог бы быстро сыграть, но я пытаюсь свой ход рассуждений выдать. А, кстати, бот подсказывал про рулетку. Можешь пока рассказать про рулетку. А, можно пока рассказать про рулетку, да. И про донаты. Ну, собственно, рулетка, да. Кстати, господа, рулетка. Да, рулетка у нас, мы ее запустили еще в англоязычных тримах, и, по-моему, в русском я еще про нее не говорил, лошади, ходи. Не тролить Владима. Его суждения очень интересные, логичные и правильные. Пишет Ксюша. А, Ксюша, ничего, что я добавил к твоему комментарию немножко красоты? Да, рулетка. Так вот рулетка, у нас есть такая вот штука. А, да, вот что-то она всплывает в каком-то месте. Ну, видимо, потому что все хорошие места заняты лицом Антона. И поэтому рулетка всплывает прямо посередине доски. Короче, рулетка у нас была придумана, чтобы... Так ты ее подвинь чего-то. А, так. Нельзя? Точно, я же могу двигать. Ты же можешь двигать. Я забыл, что я контролирую рулетку. Рулетка уже находится под моим контролем. Так вот она рулетка. Сюда поставим. А рулетка, вот она так выглядит, и вот она так, так. Хабадыш. Да, вращайте в арабан. Да, такая рулетка. Там она, конечно, на английском языке, к сожалению. Опа-на! Я сам выиграл. Какой-то купон, гуматиковский купон. Да, мы крутим рулетку за донаты, там от 5 долларов. И там есть какой-то... Что у нас там есть? У нас там есть чайный апгрейд. Пока не расскажу, что это такое. Если выпадет, сами зайдите. Есть урок китайского. Это, видимо, алкогольный апгрейд. Ну, посмотрим. Я догадался. Ну, Антон, у тебя, конечно, все догадки. Только правильные. Ладно, посмотрим. Китайский урок. Это... Я вам что-нибудь рассказываю интересного из китайского языка. Что-нибудь... И чего-нибудь вас учу. Ловите кошку. Это наша игра. Ловите кошку. Я в нее буду играть. Рассказываю анекдот. Ну, tell a joke. Ну, и там еще есть всякие купоны GoMagic, которые выпадают иногда тоже. И которые, собственно, вы получаете, если вдруг они выпадут. Ну, ладно. Убираем рулетку. Потому что тем временем... Так, а что это она? Ну-ка. Изведи. А-а-а. Вот она. И рулетка исчезла. Так. Нет, она что-то не исчезает. Исчезла. Тем временем Антон впустился в пляс и выживает в углу. Ну, не трусливо ли, а? А что делать? Ну, что делать? Да, конечно... Мне кажется, необходим вход единственный. Да-да-да-да. Как же плохо быть в этой ситуации Антоном. Ну... Б9, да? Ну, конечно, напрашивается, да. Напрашивается отпилить угол и все-таки там заставить белых там поизворачиваться немножко. Потому что если я сейчас проигнорирую... Конечно, можно, наверное, игнорировать и попробовать просто поатаковать пока белый камушек вот здесь. который на GA10 стоит. Как бы... Я сейчас, например, его атакую. Если Антон захочет в ГОТЕ еще и соединиться в B9, ну, молодец. Хорошо. Я тогда еще раз атакую камень. Но, с другой стороны, можно принципиально отпилить... Принципиально отпилить камень. Да. Сагари, Сэнто, да. Сагари, Сэнто. Я вот только смотрю, а не будет ли тут каких-нибудь... Наверное. Наверное, да. Наверное, да. Ксюша говорит дело. Сагари говорит Сэнто. Пока уж можно ругаться японскими терминами. Ну, Ксюша написал Сагари. Сагари, это вот на всякий случай, это спуск в сторону первой линии. То есть, с третьей на вторую или со второй на первую. Сагари. Такие привычные термины, которые, например, я или Антон, или кто-то еще мы используем, но стараемся в курсах, например, не использовать, потому что, ну, ясное дело, для людей, которые только пришли в ГО, совершенно не очевидно, что такое Сагари и вообще. Больше терминов. Слушай, ну, больше терминов. И некомфортно общаться, когда, например, оба собеседника знают термины, знают, что такое Сагари, что такое Магари, что такое Магари Симоку и так далее. Ну, да, это комфортно. Ты просто говоришь, и особенно классно, когда играешь, например, с каким-нибудь японцем, и ты его толком не понимаешь, а он там что-нибудь пробурчит себе под нос такой, там, О, Мэари, Мэари Минаши. И ты такой, ммм, а я знаю, что такое Мэари Минаши, как же здорово. Но, конечно же, когда общаешься с нормальной аудиторией, русскоязычной или западной, то, конечно, лекцию про термины. Ну, кстати, да. У нас, во-первых, есть, кстати говоря, мы только что обновили вот на сайте глоссарий, у нас на сайте есть глоссарий, на английском языке и на русском. И мы только что его обновили, сделали его более правильным в соответствии с Поливановым. Так что вот можно теперь проходить там любые термины. В принципе, самые главные термины, все самые необходимые там есть. Более того, они там ранжированы по популярности. То есть самые популярные там стоят три звездочки, самые, которые поменьше две звездочки, которые еще меньше одна звездочка. Те, которые две звездочки, значит, такие термины вам не нужны. Что такое дай-дай-гейма? Дай-дай-гейма… Дай-дай-гейма… Дай-дай-гейма это… Антон, ты спрашиваешь или ты… Я спрашиваю, нет, я уже не так разбираюсь в терминах, как ты. Дай-дай-гейма это на один пункт дальше, чем о-гейма. Есть кейма маленькая, есть о-гейма через два. И дай-дай-гейма это через три. Так, какой интересный ход. Ко предлагают, да? А потом предлагает Ко, да? Ну, что-то Ко-то… Вообще, конечно, Ко… Ко… Так, а что там по времени-то? У меня уже скоро бьёме, да? С бутовней начнётся. Да, да. А Антон всё это спланировал. Какое-то Ко тухленькое. Это Ко, там, Атари снаружи. Не нравится мне такое, честно говоря. Так, так, так… Так, так… Что-то другого-то хода-то и нет, наверное, чем Ко. Ну, давай, давай поставим Ко, да. Кораблик говорит Ко, все говорят Ко. Вот так… Подзуживают стримеры. Подстрекают его на опасную игру. Ну да, 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 вот этот ход, конечно, напрашивается. Естественно, белые… Если белые здесь соединились, то, конечно, всё было бы просто прекрасно. Но, естественно, не таков Антон. Чтобы на такие угрозы соединяться. Ну и что нам делать? Надо, видимо, брать это Ко. Это, конечно, Ко в начале партии. И, по-хорошему, такие Ко играть неприятно, потому что… Как этот Ко выигрывать? Есть локальные Ко угрозы. Есть локальные Ко угрозы, да. Да, к сожалению, есть. И тут непонятно, как дальше… Действовать. Как бы тут всё не развалилось бы тут здесь. Вроде как, конечно, на это хочется ответить. Если сейчас соединить Ко, белые, наверное, сыграют в Г-10. Да, наверное. И всё, у меня там посыпется весь верх. Поэтому, наверное, Г-10 надо сыграть. Ребята, напишите, у кого какой уровень игры. Чтобы мы хотя бы примерно понимали, кто нас смотрит. Опа! Маверик? Маверик – это же который… Как так может быть? Почему он спрашивает по-русски? Я не знаю. Как он? Как он? А, я не говорю по-русски. Ну, во всяком случае, привет. Привет, Маверик. Привет, Маверик. Привет, Маверик. Так, шерта. В этом году он в русском. И, да, нет шерта. Я не знаю шерта. Но я… We'll figure something out. Рубашка. Что же делать? Не, ну блин, как же все плохо получается. Хочется прямо сейчас пробивать этот камень, а то какой-то ко. Позволить Антону взять все. Тенген, не, ну тенген это плохая форма, там все развалится у черных. Вот оно, бийоми, да, начинается. Что-то не нравится мне все это. Не нравится мне все это. Форма у черных не очень хорошая. Там Мэврия сейчас спрашивает, говорит. Ты никогда не знал, что Инг не родился в Америке. Тенген. 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 Да, вот тут, конечно, назревает какая-то катастрофа. Такое ощущение, что черным надо как-то попытаться взять белый камень наверху. А, у меня время еще Биомия. Биомия, что же делать? Ладно, сыграем здесь и попробуем это Ко выиграть. Антон может попытаться порезать и начать это Ко с тем, чтобы там все убить, но посмотрим. Наверное, если белый все убьет, учитывая, что белых все коми, наверное, белым хватит, конечно. Поэтому моя задача, чтобы белые все не убили. По возможности, конечно, ничего, но если есть, да, 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 ну, конечно, так, естественно, я тут начинаю. Сейчас у белых есть еще одна, к сожалению, локальная угроза там, да, получается? Есть. Да, да, да. Там есть такое сейчас. Да, 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 вот это. Ну и сейчас я соединяюсь. Ничего предложите. Вон там такое лицо. Я вот не вижу лицо Антона-то. Жалко, да, тебе посмотреть. Ага. Антон такой... Что у меня? Что? Я живу очень артистичный. Победа-то уже близко. Так, ладно, бьем, я потеряю. Я ж такой типичный и сериус-мен. Вот я предчувствовал, я предчувствовал, что надо ставить, короче, большие периоды. Ну, минут по полторы. А я поставил какие-то смешные, смехотворные периоды. Скоро ли в задачах появится кнопка тынуки? Не знаю, надеюсь... Там проблемы с дизайном. Так, Оля давно говорила, что нужна кнопка тынуки, но я пока не знаю, куда ее прикрутить там. Вадим, там что-то на английском тебе пишут. Ну да. Это точно. Так. У меня объемы тем временем выходят. Я думаю, если я соединюсь, могу ли я соединиться здесь сейчас? Соединяюсь. Делаю соединять ко. Сюда. Резут. Один. Два. Один. Два периода остались. Ай-яй-яй. Сдавайся, Вадим. Ну, сдаться-то я всегда успею. Ну, вот самое время. Сдаться-то я успею. Ах, мне нравится твоя форма. Два. Тен. Да, форма, конечно, караул. Севен. 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 Ну, давай так сыграем, ладно. Давай здесь соединим камень. Будем надеяться, что там есть какие-то адзи. Я не успеваю почитать под этот счет Биоми и под вот это все. Ну, я надеюсь, что там С4 можно порезать и все не так просто будет. С4. Так, у Антона там 12 минут. Не выкипалки. Антон на время не поиграет. Так, Антон. Но ты можешь пока думать. Я пока думаю, да. Я пока думаю, да. Я тут к вопросу, как использовать время в турнирах и все такое. Ну, я в турнирах, да, вот. Я в турнирах. Вот именно поэтому в турнирах я и не играю, да. Я в турнирах очень часто оказывался вот в точно-точно такой же ситуации, только без болтовни. Я тратил очень много времени на... Мне кажется, ко-борьбу не надо закрывать, но по идее, если спросить Катаго, наверное, Катаго скажут, надо продолжать. Но мне хочется просто закрыть и расслабиться. На Т4, я думаю, ответить Б4. Просто можно Ханна с другой стороны и в принципе норм будет. Возможно, кстати, да. С4, Б4, да. Хорошая форма, да. Так, Сюж, это уже не модно. Тенекер мы теперь... Давай, я просто закрою. Теперь мы пишем по Поливанову. У нас теперь все по Поливанову. Поэтому Тенекер мы теперь пишем через букву Э. Ой, тут Джина ко мне пришла. Домой мы тоже пишем через букву Э. Так, а что сделать? Да, похоже, что С4 сити не работает. Соответственно, что же мне делать? Какая-то лажа. Тебе, как вариант, забрать оставшиеся очки на затке? Ну, да. Но я боюсь, что этого уже как-то не хватает. Ну, да. Там еще Адзи есть. Просто наверху есть Азайзане. У меня придется отдавать камень. Ну и, конечно же, у меня вот эта куча камней, которые я, может быть, не совсем правильно потащил. И теперь уже потащив эти камни, ну, отдавать теперь их уже поздно. Это не та ситуация, про которую Дзёва говорил, что можно... Если оказался в сложной ситуации, просто пожертвуй свои камни. Видите, жертва камней – самый лучший способ игры, говорил Дзёва. Но жертва такой маленькой кучи камней на таком позднем этапе игры, конечно... У тебя можно играть. Да, это надежно. А, кстати, по поводу Джины, мы тут, кстати, в шутку поставили вот этот donation goal, типа Джина переезжает в Грузию. Но на самом деле я тут стал ходить по всяким ветеринарным клиникам, узнавать, что нужно, чтобы перевезти Джину в Грузию. У-у-у-у, как это сложно. Тут ввели какое-то новое правило, что нужно собакам сдавать тест на коронавирус, и там эта экспертиза стоит около пяти тысяч рублей. В общем, какая-то дичь. Понапридумывали всего. Так... Я вход в центре добавил. Этот ход, он не то чтобы помогает очки брать, он помогает скорее группе слева. Потому что группа слева – это чувствует себя плохо, и поэтому я не могу... Да, это какой-то странный ход. Ну, хорошая форма. Это хорошая форма в целом от камней в центре. И в целом он помогает группе слева немножечко. Их так просто теперь не атаковать. Но я, конечно, хотел бы сделать более какой-то территориальный ход. Но я вот думаю, что делать со своим камнем, который J-10. Не знаю, честно говоря. Если бы я играл за белых, я не знаю, что бы я делал с камнем J-10. Хорошо, что я не за белых играю. У меня все просто, у меня ва-банг. У белых стало бы комфортнее, конечно, ситуация. Потому что убивать-то вообще обычно сложнее, чем выживать. Поэтому делом достаточно где-то там справа выжить, и ну и все. А мне нужно прям убивать. Это, конечно, не самая приятная позиция в партии. Ну, попробуем. F4, говорят. F4. Ну, F4. Это белый F4? Не, ну, видимо, за белый. Да, вот так вот. Предлагают активно. Не, я обычно такие слабости оставляю напоследок. Нужно такое как бы собирать. Да, Антон приверженец того взгляда на Адзи, что Адзи – это такая вещь, которую хорошо потихонечку в разных местах накапливать, накапливать. А потом раз – и смерть противника наступила. Ну, или Антона. Сейчас посмотрим. Не знаю, вроде нужен такой ход в любом случае. Нужен, наверное, да? Смерть от тысячи уколов. Сейчас посмотрим. У меня времени еще немножко нужно, нужно быстрее думать. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, Ну, видимо, я отвечаю, ладно. Пока отвечу простым Ханом. Будем посмотреть. Типа, а теперь кто выигрывает? Ну, конечно. Теперь все сники поставят на Антона. Легко голосовать за… Ксюша за тебя болеет. Ну, Ксюша слишком сильно верит в мои силы на стримах. Я вообще-то, да, я супер-тугодумный чувак. И мне, чтобы прям… Мне я люблю посидеть, подумать. Для меня вот самое большое удовольствие вообще в ГО – это сесть без часов за какой-нибудь красивый габан. Обязательно. По возможности, конечно же. И вот получить удовольствие от того, как это все происходит. спокойно, вдумчиво оценить какую-то сложную позицию. И долго на нее посмотреть. Так. Антон тем временем строит… Антон строит собаки. Антон посмотрел правильные курсы на правильном портале. А, да? Я правильно сыграл? Правильный преподаватель, да. Строит собаки. Собака. Я только что придумал, не знаю. А, тут есть пауза. Время добавить. Я и последний период. Я и последний период. Да, может, и сейчас так. Надо думать, 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 думать. Блин. Я нажал на паузу. Да ладно, не, ну что там за паузу. Давай резюмить. Ну ладно. Я предлагал. Давай. Покажи мне чудеса. Чудеса собаки. Так, а здесь… Ой, а что тут? А как тут? Погоди, а в чем-то суть партии? Если кто хочет, может поставить ее на паузу. Так здорово вообще. Что за интересная такая функция? Почему такой нет на других серверах? Мне нужно подумать. Может продолжить. Кнопка Neo. И время останавливается. И пули такие летят. Кажется, К-12 надо играть. Мне кажется, К-11 как-то слишком… К-11 оптимистично. А всего четыре раза можно? Я еще думаю, как использовать разрезание в D-11. Патим, Патим… Я буду как в фильме «Кровавый спорт». Да, да. Кто угодно может снять паузу. Как-то странно все это. Антон, фууууу! Кто угодно. Там зашел на чужую партию такой. Опа. H-11. Ну вот H-11 это притворяет опять же идее Антона, что ады не надо портить, потому что H-11, конечно же, устраняет мою слабость. Антон играет H11, конечно же я соединяюсь в G11, и у меня слабость пропала, там было разрезание, после H11 его нет. Да, но я не придумал пока как это использовать. Ну да, ну тогда H11, там люди говорят, H11. Прекрати. Раз не придумал как использовать. Можно мне чай здесь? Ну ладно, хорошо. Выпереть чайная пауза. Так, мне кажется, в репарте главного босса гометика. Так, ну ладно. Ну тут у меня, мне кажется, появился такой небольшой шанс. Сик. Я устраняю свою... Устраняю я свою слабость вот так, активно. Я атакую группу и сразу слабость у меня пропала. Теперь у меня появляется Йоса наверху. Теперь я могу играть в G12 в дальнейшем потом когда-нибудь. У белых там территории не так уж таки много. Да, белые, конечно, хапнули всю левую сторону. Это прям прилично. Еще не в коме. Что там у белых получается? Раз, два. Так, надо было H11 играть. Так. Теперь у белых, да. У белых теперь вопросы в желании. Но у меня одно объеме. Так что тут тоже. У меня баловаться-то рано начинать. Что там у белых по очкам? 1, 2, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. 24 очка. 25, 26, 27, 28, 29. У белых около 30 очков слева. Плюс коми. То есть у белых где-то 36. Ага, вот такой ход. Ну, это ход логичный. Естественно, я бокаловый глаз. Тут даже думать нечего. Вот такими ходами. Теперь вопрос, что же делать. Так, если я отвечаю. Ну, видимо, надо отвечать справа, конечно. Наверное, категория могут скажут, что группа у меня живет, но я в это не верю, поэтому, наверное, я справа в группе помогаю. Так, ну, мне надо выживать теперь. И тут, кажется, один. Вот. Ну, хотя бы выжил. Хотя бы выжил, да. У меня еще и коми. Да, у тебя коми. Я уже посчитал, у белых получается 36, примерно, на секунде 37. То есть мне нужно около 40 очков. Так, давай пока так сыграем, чтобы себе время у него не нужно выкупить. Привет, хорошего стрима. Дельный привет Антону, Диме. Привет. Привет Антону, Диме. Могут поймешь кто? Угадай. Любимая игра Димы под названием «Угадай кто». Ну, Антон, угадывай. А, Худиков Дима, что ли? Так, какой Дима? Я просто… Паладины. Сразу вспомни. Опа. Привет, привет. Это было самое главное и ключевое слово в этом. Паладины. Паладины – это же да, это за. Это за. Антон никому не рассказывает об этой стране своей жизни. Ну, почему? Не, ну, я пробовал играть в киберспортивную игру, был такой эксперимент. Так, тут теперь надо как-то аккуратно… Я уже года полтора не играл, наверное, вообще. Тут надо очень аккуратно сейчас. А, спасибо. Вообще интересная, кстати, история. У меня просто, как у всех, наверное, был такой стереотип по поводу… Да, у тебя время-то есть. Рассказывай. У меня время есть. Я могу, да, я могу рассказывать. По поводу относительно киберспорта, ну и там все взрослые такие, что это плохо, что это, не знаю, мозг не развивает и все такое. Вот. Но при этом штука популярная, поэтому я просто решил, как бы, сам проверить на своей шкуре, что это такое. Так. Парам-парам. Это не много ли очков-то получается? Ну, я надеюсь, что… Я надеюсь, что много. Как что начать? Не много. Что за вопросы такие вообще? Самые комфортные выигрыши, как говорила Дзёва, это выигрыши очков на 50. Теперь можно… После курса про Дзёву… Мы, кстати, о нем еще чуть-чуть поговорим сегодня. Теперь можно говорить, как говорила Дзёва, и дальше подставлять все, что угодно. Так. Вот такие, да, вещи будут сейчас начинаться у нас. Ну, тут у меня, наверное, вариантов-то вообще нет. Естественно, ханы. Ханы – это один из тех терминов, в которых, наверное, нет хорошего заменителя. Вот такой вот ход, который я сейчас играл, да, это у нас ханы. То есть я этим ходом охватываю камень белых с двух сторон. И вот нормального хода, ну, как бы, ход, атакующий камень белых, как-то там… охватывающий его с двух сторон. Ну, это очень странно звучит, поэтому ханы – это прям незаменимый термин. И в английском, и в русском нет нормального аналога. Практически все остальные ходы можно там как-то заменить. Спуск на вторую линию вместо Сагарри. Ну, вот ханы. Ханы. Ого, ты что-то знаешь? Хана камни. Нет, нет, не хана. Ханы. Ханы. Этому камню-то не хана. Антон может сыграть сейчас даже в Сенте может его спасти. Антон может сыграть J8, построить Бамбу. То есть такое соединение. Я думаю, да, единственный ход, мне кажется. Вот это соединение Антон строит, да. И тут все комфортно. Очень комфортно здесь все получается у белых. Я, наверное, у меня тоже практически нету. Сейчас я голосую за Вадима. Ну, у черных-то не так все плохо. У меня еще Йоса просто есть. Ну, у Антона есть Йоса, конечно. Я вот уже, кстати говоря, вот на этом этапе, я помните, говорил, что ход в Е12 теперь у черных есть. Представил, что я там наверху соединился. У меня теперь наверху хорошая форма. Я уже сейчас подумаю над тем, что Е12 прям гигантский ход за черных. Е12, если на него не ответить, я прыгаю в С12 и там весь угол пропадает у белого. Это очень много очков. То есть получается, что Антон почти вынужден будет на Е12 как-то реагировать. А если он реагирует, значит я играю в D13 на первой линии. Он и на это реагирует. Я соединяюсь. И в итоге я гигантское Йоса отыгрываю за бесплатно в Сенте. Это очень круто. Вообще никто не крутит рулетку. А потому что рулетка. Потому что рулетка строго задана на Т. Но конечно да. Я уже ее показывал. Будем еще крутить рулетку. Я надеюсь. Вот я сейчас думаю как бы вторгнуться все-таки в зону. Есть разрезание L7 и какое-то выживание в углу может быть нарисуется. Ну да. Если конечно у Антона нарисуется выживание в углу, то сами понимаете я проиграл. Поэтому у меня конечно выживание никакого в планах не стоит. И отдавать в принципе я ничего не могу. То есть если например Антон захочет забрать три камня наверху, я вынужден буду... Давай я так прошу тебя. Ну я тебе отвечу. Ты спросишь, так я отвечу. Давай. Ой, Джина пришла. Так, где у меня сильнее? Обычно мы отвечаем с той стороны, где у нас сильнее. Я отвечу наверное все-таки вот с этой стороны. Потому что у меня там вот эта слабость, про которую Антон говорил. В L7 есть слабость неприятная. И мне хочется эта слабость... Джина привет, да. Мне хочется эта слабость... Ого, да-да-да. Мне хочется эту слабость немножко прикрыть. Да, Антон туда посматривает в эту сторону для слабости, конечно же. Посматривает. Ну Антон просто негодяй. Джина очень красивая у нас. И тут, конечно, нужно... Тут, если я хочу убивать, мне просто нужно играть в эту атари. Другого варианта просто нет. Угу. Так, а если я сначала разрежу здесь? Угу. Тут, короче. Ну что скажу? Что скажу? Надо что-то делать. Как-то на это отреагировать надо. Так, сейчас. Блин, времени нету. 10. 9. 8. 7. 6. 5. 4. 3. 2. Не успел? А, успел. Интересно. А, что? Блин, наверное, это был неграмотный ход, конечно. Тут какой-то смайль заревает, да. Наверное, я прям уверен, что здесь можно было лучше сыграть. Не на биоме. Я прям почти уверен, что тут все было хорошо за черных. Но вот, блин. Тут, видимо... Там мне Джина подсказывает. Тут, видимо, у меня вариантов-то нету, да? Если я сыграю сюда, атари. 7. 6. 5. Давайте так сыграем пока. Я вот не уверен, я не успел посчитать, можно ли сыграть в М6 было. Сыграю М6. Белые дают атари туда, куда я сейчас сыграл. М8. Я соединился. И там у меня... Сколько? У меня там раз, два, три, четыре доме. Слушай, мне кажется, мог. Возможно, мог, да. У белых там три, а у меня четыре. По-моему, мог. Я не успел. Добрый ветер. Да, да. Легушка, добрый ветер. Привет, привет. Я не успел играть, но я не успел... Лучше поздно. Ну, конечно. Лучше еще мы еще не заканчиваем. У нас еще только партия в разгаре. Мы сказали, сыграем быструю партию, во время которой Антона может задать вопросы. Но я не подумал, поставил маленький контроль времени. По 20 минут. И вот, контроль вышел. Кто бы мог подумать? Оба уже на биоме. Так. Да, 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 да. Тут, видимо, мне нужно как-то активно играть уже. Ну, мы партию растянули. Мне кажется, мы целый час играем. Как-то... Два тугодума сели. Угу. 30 секунд на стриме это просто все равно, что 7 секунд в реальной жизни. Но... Мне кажется, работает. Такое ощущение, что я не вижу, как Антону спасаться от моего варикоми. Еще один термин. Варикоми это когда мы вклиниваемся между двумя камнями. Вот сейчас, если Антон сыграет в М6, я играю вклинивание в М5 и не вижу спасения от него. Там слишком мало дамы в белых получается. А у черных дамы приличное количество. Вот моя отрезанная группа, которая стоит, у нее дамы там по крайней мере 4, стоит 5. Да, не получается. Ну, ладно, я так вот отвечу пока. Буду бьется. Я, естественно, играю в варикоми. Вот она в варикоми. Варя, ко мне. Варя, ко мне. В одно слово. Ну, ладно, я пойду играю Йоса. Да, вот она большая Йоса. Ну, а я как завещал нам дядючка Дзёва. Раз уж это Йоса Антон сыграл, а я не сыграл, то теперь я на него не отвечаю, а я играю Йоса. Я играю другую Йосу. Я играю Йоса тогда вот здесь. Тоже большой Йоса. Теперь его беру я. Наверное, это неправильный ход. Опять же, я поторопился. Нужно, наверное, было играть сразу Д2. Наверное, надо было и Хана играть. Д2 было лучше. Ф12 же лучше. Но Ф12 это Готра. Тогда получится, что Антон защитился от моего хода в Сента, я ответил, и Антон сыграл бы еще и внизу сейчас. То есть, Антон тогда получил бы оба хода. Это в корне неправильный подход. Поэтому, раз уж Антон сыграл наверху, я должен идти на принцип и играть снизу. Да, Антон пытается здесь что-то соорудить. Это Тайм Судзи. А, это Тайм Судзи. Нет, она не работает. Просто треугольник. Ходи! Да. Так. Дело выигрывает на 10 очков. Что белые, как белые выигрывают? Серьезно, Дело выигрывают? Да, с мертвой группы выигрывают? Какой мертвой группы? Это не мертвые, это просто так. В смысле, с этим, конечно. Серьезно, я, значит, так плохо считал? Так, ладно, надо блокировать тут. Так, надо посчитать. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 12, 20. Так, вместо Е12, F12 слушаем. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ну, давай я сыграю этот ход. Хотя что-то я опять-таки не успеваю. Надо было, наверное, сыграть... За меня, наверное, надо было сыграть все-таки D4 сначала. Ну, на F12 могло быть Q, разве что. Я надеюсь, что ты не права, Ксюша, потому что если ты права, то все вот эти рассуждения, все эти старания просто на смарку вообще. Ну, так же просто мне нехорошо. Так, здесь вот такой ход, да? Ну, на это я, наверное, должен отвечать. Естественно, на это он прорвется в святая святых. И, видимо, отвечать мне придется с помощью, наверное, самого простого вот такого хода. 10, 9. Что-то у меня подозрение, что Йоса я играю не самым лучшим образом. Наверное, возможно, F12 сейчас был поспешный ход. Все-таки как-то нам надо было снизу реагировать. Я бы центр на F5 закрывал, чтобы там меньше было проблем. Ну, ладно. Центр на F5 ты закрывал бы. На F5? А-а-а. Надо, чтобы группу укрепить, чтобы там было больше дома. Ну, ты прав, да-да-да, ты прав. Согласен, да. Да, F5. А, вот такой ход, да? Ну, тут я, наверное, сразу туда. Так, могу я? Могу же я? Ладно, давай просто доем пока. А-а-а. Едай, да-едай. Ну, да-да-да. Будем считать, что я напуган. Ну, тут, конечно, камни надо добить точно. Так. Интересная партия. Ну, да, получилось как обычно. Планировалось все просто, а потом раз, и жертвы. А потом раз, и в сторону советов сделала неожиданный, неожиданный поворот. Да, вот этот, конечно, ход безумно неприятный здесь. Безумно, мне кажется, он Готу за белых. Вот я на это, вот я только на это и рассчитываю, что он Готу за белых, да. Ну, ты подумай, посчитай, точно ли. Точно ли он Готу за белых, да? Так, так. Раз. Два. Да, по-моему, он Готу, да. Он Готу. Тогда играем. Вот так играем еще. Ммм, я хотел туда сыграть. Ты хотел туда сыграть, да. А я сыграл туда первый. А там довольно неприятные слабости. Если белые не отвечают, черные могут туда потом ткнуть. Ну, вот если бы я, кстати, сыграл, куда Антон советовал, если бы я вместо входа в Г5 сыграл бы вход в Ф5. Да, наверное, сейчас бы в Ф5... Конечно, я все равно нужно играть в Ф5. Да, все равно нужно играть в Ф5, да, согласен. Ну, ты прав был, да. В Ф5 нужно было сыграть. Мне сейчас очень хочется, конечно, сыграть в Е11, например. Но я не могу. Потому что... А, там еще... Погоди, не можешь там... Ой-ой-ой. Блин. Атари. Три. Дерьмо. Не успел я почитать. Там... А, не сюда надо было. Надо соединиться было сразу. Ой, я... Ааааа. Надо было просто в Е4 сыграть. А я сыграл и то, и то потерял. Ой. Ой. Какой ужас. А G6 теперь не Innocent или... Ммм. Ну, это прямо очень позорно, что это было сыграно за черным здесь. Мне стыдно очень. Дорогие друзья. Да ладно. Ммм. Ай-ай-ай. С этим Биоми. Я прям... Ай, я ненавижу Биоми. Биоми. Угу. Угу. Так. А что там происходит здесь у нас вообще? А это не Сенте? Это же не Сенте, да? Или это Сенте? Так, так. Соединился. Соединился. Так, это не Сенте. Сегодня Вьесу тоже сыграл пустой трюбоник вместо Хана, чтобы оставить за собой Сенте. Ну, иногда пустой трюбоник рулит, на самом деле. На против Биоми? Есть. Бан Биоми. Да, да. Ну, просто прям вообще. Все испортилось. Партия была такая интересная, и внезапно все посыпалось просто в труху. Так. Хочет еще посчитать, конечно, очки. Но на это просто нет времени. А я ленивый, я никогда не считаю. Так, как на глазок. На глазок. Видимо, надо играть последний ход на первую линию. Я ничего другого не вижу. Вместо N10, N9 норм. Вместо N10, N9. Это возможно. Я могу там блокировать-то? По-моему, не могу. Если я блокирую. Нет, там можно блокировать. Нет, там уже три камня в один ход захватываются. Так, а у меня еще за переводами. У тебя перевода есть, но ты сейчас, ты сейчас, ты сейчас думаешь, не будешь на отход? Ты зацвечешь на него? Ты пока на него ответишь? Нет, у меня есть. Я думаю над ходом G13, чтобы отнять у тебя очки. Так, нет, на этот ты ход как-то ответишь. Я на него защищусь. Потом можно G13 играть. А, G13. А, G13. А, G13 ты хочешь? А, G13, да. 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 Мне кажется, это плохо, G13, потому что ты бы тогда позволила мне свой угол влезть, и я бы его разрушил там. Нет, ты не влез бы, но два очка отнял бы. В центре. Так, ну, так я соединюсь, конечно. Сейчас белые могут ткнуть в G13. На первой линии я защищусь. Получу там наверху четыре очка. И дальше. И дальше вот тут сейчас белые начнут тыкать в центре, наверное. Ага, вот этот доход. Тут уже это центр, да, я тут уже должен брать. И я, наверное, беру. Иначе Антон там мог бы дать Atari на три камня, и я не мог бы соединить их из-за Dome de Maria. У меня там не хватало Dome. Поэтому вынужден я забирать здесь три камня Антона. Так что Антон опять в центре сыграл. Все хорошо. И сейчас Антон будет... Собственно, практически остались последние какие-то ходы в центре. Все остальное уже доиграно. Да, вот вопрос, сент или это? Угу. У тебя 25 секунд. Да, да, да. Да, да, да. Чтобы понять. Сента, сента или не сента. Мне, конечно, хочется, чтобы это было не сента, потому что, блин. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4. Ладно. Не успеваю посчитать. Наверное, возможно, не сента. Я просто еще пытаюсь понять, нет ли там КО в центре. Возможно, что я вот этими своими ходами... Возможно, если окажешь, что я проиграю очка 2, то вот это из-за плохого Йоса. Ну, по-моему, мы доиграли. Так, или может быть что-то... Ну, тут еще вот это. Ай-яй-яй-яй-яй-яй. Не, есть еще один ход. Наверное, не с той стороны ты начал играть. Давай, Отери сначала дадим. А, там еще есть ходы, еще есть ходы. Тебе еще в углу придется защититься. Ах ты ж, ну ладно. Главное, что не сейчас. Так. Ну, это бы сейчас было бы хорошо. Вот этот ход по-моему, дочеку, да? Да, есть такое дело, есть такое дело. Но тут ты погорячился за что-то, да? Это же не сейчас надо? Так, что, что, что? Подожди, там что можно было бы что-то сделать сейчас? А, погоди, мне надо отвечать на это, что ли? Прям сейчас надо отвечать на это? 10, 9, 8, 7, 6. Ну ладно. Да, там еще двойной отари было, к сожалению. Да, Антон могут сыграть L9, я играю M9, и Антон дает двойной отари. А, вот Антон сразу играет сюда. Но нам будет эта ошибка, потому что в центре есть очко. Я его сейчас могу забрать. А, ну ладно. Антон взевает очко в центре, и я его с удовольствием забираю. Антон расслабился. Ну, я уже, да, я уже закончил ЛГУ на самом деле. Тебя там спрашивают в чате. Опа, так, что тут у нас? Я новый игрок в ГО, играю два месяца, мне лучше играть против намного более сильных соперников или соперниками своего рейтинга? Да, Сюша говорит с соперниками своего рейтинга, я, наверное, с ней согласен, потому что намного более сильные соперники. Не факт, что они хорошо учат, не факт, что они там что-то правильно расскажут. Они могут разгромить, все камни умрут, вы потеряете интерес к игре и скажете, боже мой, да ну какая игра, ужас какой-то. Так, а что надо делать? Не, ну если есть мужество, вообще это полезно иногда играть с игроками чуточку сильнее, чем ваш рейтинг. Так, это что это там? Да, я тоже попробую, просто у меня время заканчивается. Ну ладно, давай уже заканчиваюсь, Вадим, ну мы уже полтора часа играем. Да, заканчиваем, думаю? Полтора часа, да? Не, ну что ты там хочешь? Дай посмотрим. Там форма у тебя плохая? Форма у белых плохая? Ну опять же, я ничего не теряю. Если Антон вынужден на мои хайды ответить, я ничего не теряю. Поэтому сейчас мы его помучим. Если Антон там не умрет, ну хорошо, тогда пас. Ну и да, конечно да, в дискорд заходите, у нас в дискорде такая дружелюбная компания, там можно что-то задавать, спрашивать. Так, ну и теперь, конечно, так. С угрозой защелки. Антону надо отвечать. Ах ты ж, ах ты ж. Так, я сейчас тут могу проиграть что-ли? Я тут расслабился уже, ты начал. Антон плохо решает задачки на Tsume Go. Задачки на Tsume Go. Очень полезная штука, друзья мои. Tsume Go. Ссылку можно. Ксюша, выдашь ссылку на дискорд? Или у нас там где-то ссылка есть в... так. В соусал, да, наверно? Помично печатаешь в чате? В соусал, по-моему, да? Попробую я. Так, ну все плохо. А, я неправильно печатал, да? Видимо, не прокатил фокус. Все плохо, да? А, нет, там 100 шоу спишется. А, да, ну ладно. Так, а у меня фоугроз, да, нет? Жаль. 10, 9, 8, pass. Ладно, не будем мучить. Отхиеть. Так, remove the dead stones. Accept. Что там? Я выиграл полтора очка. Ееееееее! Это и такой серьезное лицо такого было на снимке. Такой, все плохо. Ой-ой-ой, какие осы... Ой, это все плохо. Еееееее! Падам-пам-падам-пам-пам-пам-пам-пам. Полтора очка. Самые важные полтора очка в Гомедзике. Так, ладно. А кто сказал, что белый лидирует 10 очков? Я такой расслабился. Надо было не погибать. Ксюша в правильный момент всунул эту фразу, что белый лидирует 10 очков. Легкие 10 очков. Ксюша, молодец. У тебя был шанс спикнуть лидерство. Да. Я что-то слишком увлекся. Азартом. Азартно. Изи вин. Да, да, да. Легчайше. Легчайше. Ну что, посмотрим? Или вернемся к... Не будем смотреть. Давай, наверное, в КС. Как ребята хотят. Если какие-то есть вопросы по партии, можно что-то посмотреть. Что-то я там хотел показать, какие-то вещи. В паре нет. У черных территория черная, а у белых почему не белая, а серая. Ну так в УГС. Все вопросы к дизайнерам УГС. И так неплохо вроде. Так, ну что у нас там было интересного? Сумасшедшие ходы здесь. Ну вот, может быть, посмотреть то, что вот я хотел... В Йоса сыграть Г-13, может быть, вот этот ход. В Йоса Г-13. Вот мне кажется, там на 2 очка получилось побольше. То есть вот эти 4 очка, которые у тебя вверху, их бы не было бы. Так, в Йоса Г-13. А, давай посмотрим. В смысле, уже после, да? А, так, так, так. Какой момент? А ты можешь включить какое-то ревью, чтобы я не на стриме смотрел? Ну ладно. Я могу тебе контроль передать, наверное, или не могу? Нет, нет, ну просто в партии ничего не происходит. Но на самом ОГСе можешь включить ревью. А, подожди. Все, все, я понял. Это я сам запутался. Да. На ОГСе идет ревью, да? И ты имеешь в какой момент, в какой момент имеешь в виду? Так, ну тут, видимо, ничего нельзя было придумать. Ну вот... Мне вот тут не было интересно. Мог я просто так играть? Мог я просто вот это сделать? Нет, нет, а я бы тогда сыграл бы с другой стороны Атари. А, ты просто сыграл бы с другой стороны Атари. Так, а, тогда вот так. Ну вот, ааа, ну да, вот. А, тут же просто у меня откупаются, откупаются три камня. Я три камня отпилил бы и уже доволен. Да, да, все, согласен, да. Ну вот это я, я, я чувствовал, что что-то я не успеваю подумать. Вместо М12, возможно, бы лучше порезать М10. Говорит Миша, М12, М10. Так, это куда? Вместо М12. А, вместо, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле, в смысле, вот здесь, да, наверное, да? А, Крускат идет? Да, да, я тоже, ну, я думал над этим ходом. Крускат, ну, тут, видимо, Крускат у меня, наверное, вариант это было бы вообще немного. Крускат, мы видим, я вынужден был бы, наверное, просто забирать. Да, надо забирать. И тут, наверное, что-то такое. Нет, это так получается хуже. Да, у тебя сразу понуки, там, у тебя все классно. Ну, у черных все крепко, да. Но я вообще думал, честно говоря, когда был вопрос на стриме, что делать с этим камнем, я-то, конечно, думал, что вообще забить на этот камень и просто попробовать выжить где-нибудь вот тут. А тем камнем пользоваться просто как рычагом давления на черных. Если здесь как-то, я, конечно, так сыграю, можно как-нибудь так еще сыграть, какие-то тут, а понаиграть всякие ходы, всякие понаиграть ходы и попытаться здесь как-то выжить. Если выживет белая группа, то, конечно, все. Кончено. Я не знаю, в каком правильном порядке надо строить собаки. Да, мне кажется, были шансы там. Ну, явно были, да, шансы, да. Но вот наверху места-то совсем мало. И здесь есть вот эта адзе. То есть если не трогать эту адзе вообще, которая в G11, то в дальнейшем можно было бы сыграть не сейчас. Конечно, если сейчас белые порежут, то я с удовольствием, наверное, этот камень подарю. Сыграю вот так, причем. Главное, вот этот ход найти, такой важный ход. Потому что если черные сыграют просто вот так, белые заберут, и у меня еще слабость остается. А если я сыграю... Вот сюда. Слабости у меня нет. Теперь я камень забираю белых. Белым надо возвращаться. Камень брать. И теперь, конечно, я где-нибудь ход добавлю аккуратненько. Где-нибудь вот тут, например. И после этого, наверное, внизу уже не выжать. И, скорее всего, все то, что справа, превратится в территорию черных. Поэтому резать сразу было бы нельзя. Но вот потом сначала попытаться справа выжать, а потом порезать. Вот тут было бы опасно, наверное, задать за черных. Мне могло бы не хватить. К10 сперва, и от Ари на КО. Сложные слова. К10. К10. Так, К10. Миша очень давно это написал. Давно написал, да, понятно. Так, что ты говорил посмотреть еще? В какой момент наверху, да, что-то? А, ну, во-первых, можно посмотреть ход F12 вместо E12. Ну, тут вроде все понятно. А, ну на F12 я тоже не реагировал бы, конечно. Видимо. То есть, да, наверное... На F12 там могло быть КО. Да, я бы, наверное, играл... Если бы я был белыми, я бы, наверное, играл F12. Да, F12 выглядит активнее здесь. Могло быть КО, но зато активный ход. Я на него тоже не отвечаю, конечно. То есть, ну, как я на него играю? А, подожди, ну, а если черный E12? Если E12, ну, от Ари. Ари, тогда G12 КО. Ну, допустим, КО, да, но это КО, оно еще такое. Его еще надо за черных выиграть. А слабо... А Коу-гроз у белых, ну, порядочно. У белых справа там хватает Коу-гроз. Поэтому такой КО мне было бы тяжело играть, наверное. Ну, да, наверное, да. Поэтому в ответ на этот ход мне пришлось бы... Ой, в ответ вот на прилипание. Мне пришлось бы тоже его игнорировать. Наверное, правильным ходом все-таки было в Йоса сыграть вот такой ход. Я тут... То, что я в партии сыграл, это была явная ошибка. Потому что после этого хода Антон отвечает, я соединяюсь. И у меня еще потом будет, допустим, сейчас пас какой-то. И у меня в дальнейшем еще будет ход сюда. И это тоже сентр. А в партии получилось... В партии получилось... Хватит вам уже разбирать партию. Ну, как же, это же такая партия. Ну, интересно же. Ладно, все, сейчас заканчиваем, да. А после этого с Агари, конечно, Антон отвечает. И здесь за меня-то Готе, вот этот ход. А за Антона, вроде как, там, полугода и полсента. Получился сент. Да, я плохо сыграл, получился сент, да. И наверху, наверху... Да, у меня очков не получается, да. Если я успею ответить... А, ну, собственно, я не успею. Потому что, как только, например, вот здесь, белые могут сразу сыграть сами сюда. Это сент. Я отвечаю. И дальше белые могут так. Получается, что вот те четыре очка, которые наверху у меня там были, у меня их не будет. Наверное, это был лучший способ игры. И здесь мне, видимо, пришлось бы что-то делать другое, конечно. Но, судя по всему, пришлось бы какой-то... Более классно ее сыграть. Дальше еще есть вариантик. Да уж и так тут вариантик за белых. Будьте здрасте. Покажите премиум разбор с искусственным интеллектом. Ну... Что-то типа Аи Сенсей. Опа, кто-то зафолловал. Привет, привет. Добро пожаловать. Ну, Аи Сенсей мы им особенно не пользуемся. Аи Сенсей. Ну, потому что есть, в общем-то, обыкновенные опции. И если обычный нормальный компьютер, то можно просто поставить Катрейн. И я пользуюсь Катрейном просто эффективно и быстро. Опа. О, Женя пришел. Привет, Женя. Это Лор Сонг, я правильно понял? Это Женя из Калининграда. А-а. Я буду звать его просто Лор Сонг. Привет, Лор Сонг. Лор Сонг. Ммм, вся романтика какая-то. Вся романтика. Но все равно как выше с Калининграда. Калининградская романтика. Ушла. Уже не та. Ну что, ладно, давай закрываем этот ревью этот. Да? Ну да. Да, ну отлично все. Фу. Доиграли эту ужасную партию. Ну не, получилось хорошо. Ну, получилось прикольно, да. И. Ну, теперь время голосований. Что делать дальше? Время голосований. Итак. Стоит ли стримеру взять пирожное? Стоит ли закончить стрим прямо сейчас? Может быть еще одна партия с Антоном, но на большой доске? С более длинным контролем? Варианты для экстремальных любителей Го. Для тех, кто готов засидеться у компьютеров до трех ночи по московскому времени и наблюдать за партией Вадима с Антоном? Какие пирожные? Ну, так по вечерам пирожные. Ребят, если есть ко мне какие-то вопросы, спрашивайте по поводу, я не знаю, разработки платформы там и так далее. Поэтому я, наверное, сейчас уже буду отключаться. Да? Мне же можно уже отключаться? Ну да, пока еще можно в Антона, да. От Антона как-то Антон пришел. Первый раз человека даже не замучили. Получается, мучить пришлось мне. Сеанс с гостями. Кстати говоря, интересная тема. Надо подумать нам. Вот сеанс вообще мы про это как-то не… О, дай-ка я Антону, мне тебя сдвинуть. А то не видно перекрывает чат или чат надо подвинуться. Вот так сделаем. Лучше меня. Да? Да лучше? Да, чат я вверх сдвину просто, да и все. Вадим, ты не знаешь, как там все устроено. Ты перекрыл зато теперь оповещалки. Да, елки-палки. Все, я понял. Хорошо. Ой. Так, стоп. Да не, можно просто меня уже отключить, мою картинку на самом деле. Да ладно, нет, подожди, ну как же так-то? Сейчас еще кто-то вопросы задаст. Да, я понял, да. Такая оповещалка. Все, окей. Все. Ничего больше не перекрыто. Отлично. Так. Трэлло мы завели, но пока для себя. Вадим осваивает Трэлло. А, да-да-да, Трэлло, да. Трэлло, это... Вот. Вадим непривычен к всяким всякого рода организаторам. И для меня самое комфортное, это когда мне нужно просто что-то придумывать интересное. Какой-нибудь там, какой-нибудь запас, какую-нибудь идею, или там курс придумать, или какой-нибудь там текст прописать, что-то такое. А когда надо монотонно сидеть за компьютером. Для меня вообще работа за компьютером, это непривычный процесс. Я последние два года, половину времени, наверное, половину времени провожу за компьютером, что-то делая. И для меня это что-то очень необычное. Такого не было раньше никогда. И вот внезапно оно. На старости лет. Не надо никого отключать. Ну, 21 век, ничего не поделаешь. Да-да, поэтому Трэлло, да, мы потихонечку оставим. Антон, конечно, от Трэлло вошел, как будто Трэлло он сам создавал. Настолько все легко для него сдается. А для меня Трэлло, это, конечно, я как старик. Знаете, как вот эти... Что? Где? Как? А какая там кнопка-то это? Ctrl-Shift или Ctrl-I? Как? По каком порядке их нажимать? Вот. Я вот так делаю все. Так что, ну, Трэлло будем потихонечку осваивать, да. Так, да, у нас есть что, давайте попробуем. У нас есть... Мистер Стайкл спрашивает, там, вообще, на самом деле, можно Трэлло сделать как бы публичный доступ, чтобы кто угодно мог добавлять баги и все такое. На самом деле, просто в последнее время багов стало гораздо меньше. Их там, в общем, по пальцам пересчитать. Там я все записываю, но это себе, если кто-то баги присылает. Так что, там, на данный момент, наверное, самый приятный баг – это то, что там интерактивные задачи запаздывают. Вот. Ну, я надеюсь, на днях пофиксим. Это будет хорошо. Таким звуком рулетка это... Всплывает каждый раз. Антон там... Сейчас много багов наметилось, да. Ну, я все пофиксил. Рулетка такая... Ну что, да. Антон пофиксил все баги. Я пофиксил все курсы. Задачи какие будем делать. Какие у нас есть варианты? У нас есть варианты с кого вообще времени? Обалдеть. Что-то, Антон, с тобой долго партия. Это должна была быть разминочная партия. Я тебе говорил. Да, я тебе говорил. Мы для разогрева сыграли. Для разогрева? Ну, пожалуй, стрим-то и заканчиваем. Антон, да. Мне кажется, надо дело посмотреть, может быть, что-нибудь. Давайте посмотрим. Да, да, да. У нас вот какая была история. Помните, у нас был стрим на английском языке? Кто-то, возможно, помнит. В котором мы говорили про несколько партий, сыгранных Ханимба Дзёвой. Потому что Ханимба Дзёва... Опа! Скуа-скуа! Привет! Добро пожаловать! Скуа-скуа! Так вот, да. Ханимба Дзёва. Мы только что выпустили курс. Можно, наверное, показать. Антон, я же тебя выключу на секундочку, чтобы показать наш этот замечательный курс. Можно даже насовсем выключить. Подожди ты, не торопись ты уходить отсюда. Так, давайте я пока покажу неподготовленным людям, как выглядит курс. Хабудыч. А, у нас нету, да? А, замечательно. Есть я, а курса нет. Так, ну ладно. Тогда придется... Придется возвращаться. Придется вам поверить мне... Я смогу быстренько чего-то. Ну, можно попробовать. Я еще здесь. Да, да, можно попробовать. Да, сейчас попробуем настроить. Так. Сейчас нам надо придумать, в каком у нас браузере это. А, все. Да не, я думаю, там, в принципе, все понятно. Ну да, у нас только что мы выпустили, наверное, эти кто... Да, будет там. Выпустили только что мой курс про... Про Ханимба Дзёву. Ханимба Дзёва – это один из сильнейших мэйдинов древности. Ну, как древности. Он все время меня ругает за слово «древность». То есть я говорю, древний Китай, древняя Япония. Ну, как древний. 18-19 век. Он один из сильнейших мэйдинов того времени. И вот ему довелось сыграть одну из самых известных партий в истории Го. Которая называется «Партия, кашляющая кровью». Очень... Она называется своеобразно. А партия была сыграна при еще более своеобразных обстоятельствах. Очень интересная история ее окружающая. Мне всегда эта история очень нравилась. Вот Ксения, я так понимаю, тоже эту историю. Да, маленький Вадим на черном экране. Да, Ксения эта история тоже говорила, что ей очень нравится. И вот история классная. Всегда была идея про нее рассказать, показать. И вот идею воплотили. Только что у нас вышел курс на нашем сайте. Он сейчас там в самом верху лежит. Который называется «Ярость Дзёвы и партия, кашляющая кровью». Курс на английском языке. Но сделаем субтитры на русском. Когда-нибудь доберемся до озвучки, я надеюсь. И когда-нибудь мы, вероятно, русские курсы, наверное, не будем переснимать. Скорее всего, просто переозвучим их. Я свои же курсы своим русским голосом переозвучу их на русский язык. А пока делаем субтитры. Субтитры делаются полным ходом. Так что уже скоро, я думаю, можно через недельку, максимум полторы. Я надеюсь, что быстрее сказать, через недельку можно ожидать, наверное, весь курс на русском языке уже переведенный. Так что, вот. Говорят, все нравится. Так что, вот, курс, по-моему, получился неплохой относительно. Да, мне кажется, мы вышли на новый уровень. Там Миша очень постарался. Там такие спецэффекты. Да, Миша сделал классный монтаж. Мы с ним вместе что-то там продумывали. Но, конечно, все это было его руками сделано. И сейчас мы монтируем еще один курс про загадочного китайского игрока Хуан Лунши. Который мне всегда очень нравился. Это, наверное, мой игрок, самый любимый из старинных игроков. Но мне много кто нравится. И вот, кстати говоря, про Ханим Буцзёву я могу говорить бесконечно. Показывать его партии, смотреть его партии, разбирать что-то. Потому что смотреть партии какого-нибудь там, я не знаю, Гули или там, или кого-то из современных, там, Чанг Хао какого-нибудь. Ну, они, конечно, классные, но они все очень похожи на партии Катаго. Они все очень такие машинные, красивые, стандартные, сильные. Но в них как-то нету такого вот этого духа времени. Те партии, в них было что-то такое. Партии Сюсаку, партии там Досаку, партии Дзёвы. Вот. И что тебе нравится из современных? Гуляй еще не машинный. Да, Гули, конечно, еще не машинный. Гули еще времен Лисидоля до машинного. Гули с Лисидолем играли Дзюбанго. Было даже такое дело. Дзюбанго это вообще японское слово, которое означает матч из 10 партий. Гусаген одно время играл несколько таких вот матчей с разными игроками сильнейшими того времени. А вот в наше время появился спонсор, по-моему, проплатили кучу денег. И Лисидоль, в то время он был игрок номер один, по-моему, тогда он был прям на самой вершине. Он сыграл со своим вечным противником Гули, вот такой вот Дзюбанго из 10 партии. Антон, помнишь, был в этом матче, да? Я помню, да, конечно. Да, и Лисидоль как-то его... Да, что-то смотрел. Как-то легко его выиграл от Дзюбанго. Лисидоль-то там были на кону очень большие деньги. Ну, деньги. Лисидоль-то там включил третью скорость и выиграл Дзюбанго. Вот. Но да, а кто мне нравится из современных? Кто мне нравится из современных? Мне, знаешь, мне, наверное, нравится, вот я прислуживаюсь каким-то советам Александра Денштейна. И вот он мне советует каких-то людей, которых мне стоит посмотреть, чтобы что-то для себя извлечь. Потому что смотреть просто так, мне не то, что неинтересно, это неправильное слово, у меня просто на это не хватает времени. А вот смотреть для того, чтобы что-то извлечь и что-то там, что-то узнать и потом попробовать использовать. Мне нравятся поэтому вот какие-то такие мастера, например, какой-нибудь там Катамасао. Вот такие, такие я очень любил в свое время. Но это, конечно, не современный, хотя такими и сейчас жив и играет, но времен его молодости. Катамасао уже нет с нами, но Катамасао играл офигительное атакующие Го. А мне всегда казалось, что я играю атакующие Го, поэтому вот так. Антон, а как думаешь, какой у тебя стиль, если его описать тремя словами? Вот какой у тебя стиль игры? Слушай, никогда не думал. Не знаю. Три прилагательных. Может быть, ты лучше скажешь, какой у меня стиль? Не знаю. Я затрудняюсь ответить. Ты же видел мои карты. Ну, хорошо. Как тебе? Так, у Антона стиль. У Антона стиль надежный, при этом нагловатый. И тут какой-то прилагательный не подбирается. Поставленный под противника. Антон очень любит играть, как мне кажется, играть в зависимости от того, кто против него играет. То есть, если играет против кого-то, он знает. Ну, как у Александра Динштейна, такие же есть замашки. То есть, когда он знает, что противник что-то не любит, Антон любит играть именно против него именно это. Если он знает, что противник в каком-то варианте, он в этот вариант точно не пойдет. Ну, разумеется. И вот Антон, как раз, такие вещи хорошо делает. Ну, вот, наверное, вот это. А надежный в том плане, что Антон любит играть всякие сансаны, всякие территориальные штуки. А сансаны, как мы все знаем, это, кстати говоря, для начинающих самое, наверное, простое дзюсеки для восприятия. Потому что в сансане нет сложных вариантов. Все варианты сансана простые. И в сансане очень сложно попасть в какие-то дебри. И если ты играешь против гораздо более сильного противника, играешь сансан, и что бы он ни делал, у тебя всегда есть хорошие способы как-то обойти. Силь, а я Антон. Я бы сравнил Антона с Лисидолем. Нифига себе. Не жирно ли Антону? Лол Старс, привет. Привет. Привет, привет. Дай пять. Подыщ. С Лисидолем. Так, я после этого даже уже не могу читать это сообщение. Сравнил Антона с Лисидолем. Ну, я бы, пожалуй, не сравнил. Ну, ладно, дальше. Какая-то ерунда вначале, а потом начинает как Волк заманивать в борьбу, и все. Ну, да. Ну, это примерно... Это как, я помню, показывал Александр Динштейн. У него была лекция про какого-то агрессивного корейца, который... У него самый агрессивный гол. И он говорил, вот знаете, у нас в России есть Игорь Немлей. Вот это все то же самое, а только... А только на трекаме сильнее. Вот это то же там. Тоже какая-то фигня вначале, но только профессионального уровня. Фигня. Да, ну что, Дио предлагаю... А, мистер Сориэль. Мистер Сориэль, да. Уже писали в чате, я так понимаю, да? Welcome, welcome. Да, welcome, welcome. Давайте посмотрим. У нас есть коротенькая партия. Я ее упоминаю в курсе. Эта партия... Давайте я очень кратко под историей и покажу. Там очень маленькая партия, поэтому мы ее посмотрим быстренько и закончим на этом. Чтобы всех не затягивать. А то все хотят спать. Наверное, завтра рабочий день у нас тоже. Еще один рабочий день. Можно я тебя попрошу выключить мое видео? Я останусь на связи. Ну, просто картинку мою братья пока за чаем скажу. Я понял, ты устал смотреть и улыбаться. Да, мне нужно... Столько много улыбок. Сидеть в камеру и улыбаться. Да. После стрима выключаешь стрим и депрессируешь два дня, потому что столько улыбок в течение трех часов не может быть. Так, ладно, выключаем Антона со стрима, но оставляем. А он? Да, я буду на микрофоне как-то писать. Антон? Мое тебя. Пада! Пропал Антон. Так вот, я... Да, Лорсонг, пока-пока. Конечно, Женя, пока. Что я хотел... Да. Я там в курсе, в одном моменте говорю о том, что... Вот эта партия, этот дел, пресловутый Уханимб дел, Зёва была сыграна против молодого, гениального Акабоши... Акабоси, правильно, Акабоси Интетсу. Он был ученик школы и новой, другой школы. Не школа Ханимба, которая была глава от Зёва, а другой. Одной из... Там в то время было четыре основных школы, и вот Акабоси учился с другой. Он был седьмым данным. Зёва был Мэйдзином. У них был как бы разный уровень. Но Акабоси уже тогда подавал очень большие надежды. Они играли с Зёвой несколько раз. Сначала они играли на форе. И очень здорово тоже на форе играл Акабоси молодой. И вот за год до этой самой партии, до партии Кашлящей Крови, Акабоси встречается с Зёвой. Вот ровно за год. Партия Кашлящей Крови была сыграна в 1835-м. А вот эта партия, которую мы сегодня сейчас посмотрим быстренько, она была сыграна в 1834-м, летом тоже. И они там сыграли две партии. Одну я показываю в курсе, поэтому про неё я говорить не буду. В курсе её посмотрите. А вторую я упоминаю, говорю, что они сыграли ещё одну партию, и она закончилась ещё быстрее. И вот эту партию, которая закончилась ещё быстрее, мы с вами сейчас и вкратце посмотрим немножечко. Она мне очень-очень нравится, потому что её компьютер всё насквозь критикует. Компьютер говорит, не-не-не-не, я бы сыграл лучше, ну естественно. Но очень по-человечески здорово играет Акабоси. Акабоси находит какие-то невероятные ходы и просто не оставляет Мэйдзину шансов. Потому что Мэйдзин играет, разумеется, белыми. Поскольку он Мэйдзин, он не может играть против кого-то чёрными. Поэтому он обязательно берёт белые, а Коми нет. И получается, что у Акабоси, разумеется, за чёрных с самого начала 80%. Ну, понятное дело, что в наше время я сыграю против какого-нибудь очень сильного игрока. Не будет Коми у него, ну и что? Мне это не поможет. Но Акабоси это очень помогает. И вот я хотел, как раз, вам показать. Так, сейчас я открою партию сразу и мы на неё перейдём. Так, всё вроде видно доску, да? Отлично. Так, чатик где-то замолкнет, чатик такой, что происходит, Дёва, Дёва. Да, просто Монтон пока пошёл за чаем, я вот пока показываю эту партию. Я понимаю, что, возможно, кто-то из вас её уже видел на англоязычном стриме. Но всё-таки мне кажется, что совсем не разобрать и не поговорить про Дёву по-русски было бы нечестно. Поэтому я вот решил одну из тех партий. Я там в англоязычных стримах, у нас на ютубе есть, там отдельно прямо они в списке есть, мы их отдельно вырезали. Там есть аж три разбора трёх разных партий. И вот это одна из них на русском, а остальные два на английском, вот там тоже доступны. Так, ну поехали. Разумеется, вот у нас там Акабоси играет чёрными, Мэйдин играет Дёва, Мэйдин, девятый Дан играет белыми. И у них тогда, видимо, была такая своеобразная традиция. Я очень часто это замечал, что более сильный игрок, пытаясь своего какого-то более, там, своего менее опытного противника запутать немножечко, старается играть какие-нибудь ходы вроде вот 5-3, 5-4, то есть там Моку Хадзуси, Токамоку. Такие необычные ходы, потому что 3-4 был ход стандартный, его играли все, а вот 5-4 там могут быть какие-то осложнения, что-то необычное. И вот Дёва, как более опытный, играет, конечно же, 5-4. Акабоси отвечает так же, тем же. Какари, Какари. Обыкновенная Дюсеки, самая разыгрывается. И ещё один такой тоже сложный ход, Моку Хадзуси. Просто берём очки, заканчиваем Дюсеки, и чёрный вместо того, чтобы отвечать наверху, играет здесь. Но компьютер считает, что всё вполне себе прекрасно пока. То есть не доигрывать в левом верхнем углу вполне себе нормально. Берём очки. Такие ходы, понятное дело, компьютеру нравятся. Мы знаем, что эту форму компьютер любит. Компьютер любит её и сразу без этого Косуми. И Косуми компьютеру, кстати, тоже очень нравится. Вообще, вот этот ход Косуми, который популяризировал в своё время Сюсаку, кифры, которые мы все знаем из Хикару-на-го. Но вот этот ход Косуми, он одно время, очень долгое время считался. По-моему, ещё в то время, когда мультфильм снимали Хикару-на-го. Уже тогда, помните, в мультфильме говорили, что вот Косуми, конечно, хороший ход. Опа, кто-то зафолливал, привет. И всегда говорили, что ход Косуми, конечно, уже такой устаревший. В наше время он особо не играет его, но по-прежнему хороший ход. А сейчас у него второе рождение. Потому что компьютеры говорят, отличный ход, вообще здорово, всё надёжно. Белые отвечают, чёрные распространяются, всё прекрасно. Пока всё логично. Белые атакуют угол. Чёрные, естественно, тут же не дают себя в обиду. Атакуют. Белые прыгают. И тут ход, который компьютер критикует. И обычно мы говорим, что вот такая форма, помните, мы в разборах это часто говорили, что вот такая форма. А, в прошлый раз на прошлом стриме русскоязычном разбирали партию деда-рягушки. И вот говорили, что он против Антона играл такие вот ходы как раз. Такие ходы, это у нас, это обычно не есть хорошо, плохая форма. И действительно, здесь компьютер считает, что вот этот обмен лучше не делать. Он только усиливает белого. А лучше сразу играть что-нибудь там, что-нибудь вроде вот этого, например. Вот такие прилипания компьютер очень любит к этому Simali. И вообще рассматривает обычно, что вот либо вот такое прилипание, либо в дальнейшем еще есть вот такое прилипание. Все эти прилипания, они угол белых укрепляют, но угол и без того крепкий. Поэтому почему бы к нему не прилипнуть? Прилипали, и все прекрасно. У белых угол как был, так и остался, примерно такого размера. А черные за счет этого угла как бы получили такой rocket boost и укрепились. Вот. Но у черных другая идея. Черные играют этот обмен, закрывают как бы угол немножечко, и потом делают лучший ход, конечно, по мнению компьютера. То есть, конечно же, они не играют ход сюда, а играют ход... Кстати говоря, куда они играют? Давайте чат спросим. А то чат что-то засиделся, замерз. Вообще не знает, что там, узнает что-то писать. Давайте буковки поставим. За черных надо сейчас мы... ГОЛОСОВАНИЕ! Да, давайте голосование уставим. Сейчас мы сделаем какую-нибудь активную опцию. Давайте сделаем так. Предлагаем. Раз активная опция. Предлагаем. Два активная опция. Предлагаем. Предлагаем. Здесь у нас будет. Три активная опция. И предлагаем. Четыре активные опция. Вот такие у нас четыре будет варианта. Такой разброс. А, Б, Ц, Д. Все, голосуем в чате. А, Б, С, Д. Куда бы вы сыграли? За черных. Компьютер здесь полностью согласен с ЭКБОССе и говорит, что окей, раз уж мы сыграли этот обмен, сыграли F3, хорошо. Но дальше играем только активно, никакого распространения через два пункта, это скучно. С говорит вместо Сарьер. Хорошо, хорошо, дальше давайте, 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 накидывайте варианты. Не стесняемся. Он говорит А. А там главное, мне кажется, ты видел этот разбор уже. А, 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 А. Так, А, Б. Махая память, я не помню. А почему F2 не сыграть? А почему не сыграть F2? Или почему F2 не сыграть? 2 это иоса на второй линии я глупый вопрос а ну ты сказал бы что это глупый вопрос я тогда вам что надо не давать глупые ответы до этого конечно это очень распространена ошибка среди начинающих ну да конечно закрывают очки в углу доход f2 конечно дай черные конечно сыграли f3 не для того чтобы забирать угол они сыграли f3 для того чтобы немножечко прикрыть угол белых утяжелить теперь у белых три камня и вот теперь они эти камни конечно же как-то попытаются немножечко как-то по атаковать но каким-то пускай каким-то образом так что у нас там голосование закрыто так за а проголосовали 42 процента так все говорят за а я по-моему антон тоже голосовал за вот такой вот ход но партии был сыгран не он да этот ход конечно укрепляет наверное ну естественно белый на него ответит белые наверное сыграют играли бы так вообще мне кажется неплохой ход я уверен что катаго не будет сильно против но катаго предлагает здесь сразу переходить к активным действиям и очень часто кстати говоря таких ситуациях вместо распространения катаго советует просто прыгать поэтому правильный ход и единственный ход по мнению программ это вот такой прыжок просто прям нагнетаем давление на эти камни не даем им никуда потому что конечно же в любой момент белые могли сыграть этот ход очень такой важный ход по форме он позволяет белому так развернуться накрыть черных и все после этого конечно никакой атаки на белых просто не может получиться в принципе я прыжок и делала это когда насмотрелся динерштейна хочется прилипать да кстати говоря да я после курса вот от александра курс по прилипанием который вот у нас вышел я очень гораздо больше стал прилипать пробую партиях и кстати неплохо получается ну разумеется компьютеры прилипание любят пробуешь прилипать компьютеры говорят молодец продолжай в том же духе дружище и у тебя все будет еще лучше и это помогает вдохновляет прилипания да 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 вот о чем это я поэтому прыгаем дел и играют слева но разумеется белый не хотят просто так прыгать сюда потому что такие прыжки территории этой белым не дают поэтому конечно проблем один он не может позволить себе играть так пассивно к тому же не понимает что у него нет ко мне потому что ко мне просто еще не могло быть поэтому понимаете что вернее не прям что они не камерком просто про него не знали, но он понимает, что у его противника преимущество первого хода, ему надо играть активнее. Белым нужно играть активнее. Это, конечно, не активная игра, поэтому он просто берет очки. И это вот такая вот разделяющая атака получается. Черные кажут, что атакуют левый камень, но на самом деле, конечно, нет. На самом деле они хотят что-нибудь такое получить. То есть они надавливают на белые камни слева, а потом прыгают и атакуют. На самом деле, конечно, их главная цель это, конечно же, вот эти вот камни. Вот эти. Разумеется, их хотят атаковать. Мне больше нравится фраза «Альфаго – это религия». Ну, Альфаго – это уже, кстати говоря, давно… Где оно, Альфаго? Фактически от него ничего не осталось, только что технологию взяли, позаимствовали. Поэтому мы теперь даже уже не знаем, в какую силу по сравнению с текущими программами играет Альфаго. И если бы Альфаго сыграл, скажем, с самыми современными версиями Голокси или даже Катаго, я не уверен, что Альфаго легко бы их одолело. Сейчас там тоже большие успехи они проделают. Так. В итоге в партии отвечает. Вот такие ходы, кстати говоря, этот ход был очень популярен раньше, вот эта форма, но сейчас популярны только прилипания и еще вот этот ход. Вот этот ход, компьютеру мне очень нравится, потому что у белых слишком много вариантов, что с ним делать. Слишком легкий у белого выбор. Белый может сыграть сюда. Белый может сыграть сюда. И вот так в партии белые сыграли. В своей последней партии я этот ход использовал. Но он был очень модный раньше. Раньше так играли очень часто. И судя по всему, судя по вот этому ходу здесь, это раньше простиралось, в том числе на несколько сто-сот лет назад. И этот ход вышел из моды буквально только вот с путешествиями компьютеров. Мне кажется, еще десять лет назад ход P5 вполне себе применялся. Белые атакуют, естественно. Понятное дело, что белым не хочется играть как-то спокойно здесь. Всякие такие ходы, такие ходы. Так, кто-то фолловит. Привет, привет. Всякие такие ходы на вторую линию, конечно, Дзёва, наверное, не рассматривал. Поэтому тут эта форма не очень хорошая. Черные так сыграют. Если порезать, то, в принципе, здесь белые... Черные могут этот камень, в принципе, даже и отдать. И у черных получается тут какая-то территория снизу и атака на три камня снизу. Поэтому так, наверное, резать не хочется. Обычно так не режут. И вот Дзёва выбирает путь. Атаки. Атаки. Делает обмен здесь, спрашивает черных, что они хотят сделать. И черные делают самый лучший ход. Кстати говоря, по мнению программы здесь тоже. Кстати говоря, как отвечать? Как отвечать в этом углу, чтобы угол надежненько защитить? Сейчас спросим еще разок. Давай спросим. Да, мне кажется, чем больше интерактива, тем лучше. А-а-а. Кстати, вот кто-то спрашивал, почему мы не стримим, например, на Ютубе или сразу и туда и туда. Потому что на Твиче больше интерактива. Мы еще через недельку-другую получим новый статус на Твиче и будет еще куча. Так, мне сказали, что там у нас крутят рулетку. Так что я кручу рулетку. А-а-а. Рулетка! Это казино! А вот и она. Ну, давай. Ханимба Дзёва! Какой Ханимба Дзёва! Рулетка! Погнали! Эх! Подкатило. Да-а-а! Миша, можно мне, пожалуйста, апгрейдить моего чая? Спасибо, спасибо, да. Спасибо, спасибо большое за донат. Я, к сожалению, вот пока смотрю, у меня не два монитора, всего один. Я пока смотрю партию, пока делаю что-то на доске, я не вижу самого стрима и не вижу, кто фолловит и не вижу, кто донатит. Поэтому, да, спасибо большое. Так, где мой чайный апгрейд? Что за апгрейд, рассказывать? Что у тебя там за апгрейд? Сейчас, сейчас, погоди, погоди, сейчас надо... Так, я пока про... Ну, видимо, ладно, не имеет смысла продолжать. Я, наверное, сейчас... Сейчас я переключусь временно на фронтальную камеру. Део временно ставится на паузу. Планировали мы сделать короткий стрим. И, пожалуйста, чайный апгрейд. Вот, чайный апгрейд. Та-ра-та-там! Чайный апгрейд. Теперь чай будет не просто чай, а теперь чай будет с пахлавой. Кто там говорил про пирожные? Пирожные? Студия. Вот они. Сегодняшнее пирожное. Сегодняшнее... Я думал, виски будет чай. Виски в чай? Ну, подожди, виски в чай. Виски в чай – это не наш метод. Стример не должен виски в чай. Что за чай? Чай белый. Чай белый, состаренный. Я не знаю, как это правильно по-русски говорится. Он, типа, старый белый чай. Очень классная штука. Вообще-то рекомендую. Мне вот очень нравится. Еще у меня есть красный чай. Я периодически... То-то-то другое. Так. Да, китайский – это чай. Да, китайский – это китайский старый белый чай. Вот еще. А, по-китайски он называет? Да. Мне надо подсказывать. Как по-китайски это будет? По-китайски-то? По-китайски – лао – старый. Бай – белый чай. Это получился два в одном. Китайский урок и чайный апгрейд. Лао – старый. Бай – белый. Ча – чай. Лао – бай – чай. Лао – старый белый чай. Прям буквально. Эх! Ммм… Ммм… Стример доволен. Спасибо. Стример выиграл другими красками. Стример по Го никогда еще не были такими… Сейчас мы по главу. Я думаю, ты скажешь, сейчас бы похвалу, давай букву переставим, похвала, Ксюша молодец, ой, Ксюша молодец, это похвала, а не похвала. Слушай, Вадим, а как ты учил в китайском вот эти все тона, там же язык тональный, там нужно знать, как там это все, это же как какой-то кошмар. Это кошмар, да, я согласен, но мне, наверное, немножко везет, просто везет в том плане, что у меня неплохой фонетический слух, я могу слышать и воспроизводить, мне легче это дается, то есть я что-то слушаю и воспроизвожу это потом на слух. Но тона, да, в стандартном китайском 4 тона, и смена этих тонов, она влияет. Иностранцы, которые приезжают в Китай и учат китайский, и даже неплохо говорят, очень часто они говорят с привычной им интонацией, с привычной западной интонацией. Типа, ну мы же пойдем туда? Ну пойдем. Вот эти вот интонации наши, они их кленосят на китайский, но там они не работают, потому что в китайском интонация должна быть строго подчинена, каждый иероглиф со строго своей интонацией. Пока вы играли, я тоже... Там прям смысл, да? Там прям смысл меняется, когда ты с другой интонацией говоришь? Ну, типа того, да. Прям смысл меняется, да. Вот, например, есть самый стандартный пример, который всем учат. Все обычно рассматривают 4 тона на иероглифе «Ма». Почему-то именно он считает, выдается за... English, please? Well, today's in... it's in... it's in... it's in Russian today. We're streaming in Russian today, so... English next time. Да, и вот этот «Ма» выдается за такой образец, и говорят, что если первый тон — это «Ма», это будет типа «Мама». Если «Ма», это получается... так. «Ма» — это у нас, например, конопля. Внезапно. Если «Ма», то он третий — это лошадь, а если «Ма», это ругать кого-то. И вот и получается, что «Ма», 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 «Ма». Разные 4 абсолютно разных иероглифа и 4 абсолютно разных смыслов. Пишутся они все по-разному, но произносятся практически одинаково. Очень похоже. Вот такая вот фигня. Знаешь китайскую историю про мудреца, который жил в пещере? Про мудреца, который жил в пещере? Ну, прям сходу не знаю, что за история. Надо ее, видимо, как-то рассказать. А как ее рассказать? В китайском вообще у них тысячелетняя история, и у них очень много всевозможных... В качестве китайского урока очень интересно было бы что-нибудь такое рассказывать. У них очень много китайских идиом, и каждая идиома, она, как правило, строится из четырех иероглифов, и если не знать истории, которые за этими иероглифами стоят, то совершенно непонятно, что происходит. То есть за каждой из этих четырех... А их там, наверное, есть просто несколько тысяч вот этих вот поговорочек, и за каждой из них стоит своя история. Очень круто, но, разумеется, очень по-задросски, потому что знать все эти штучки бесполезно. Их очень сложно все знать, поэтому, ну, какие-то основные люди изучают. Не сможет ничего? Я помню, ты рассказывал, есть какая-то идиома, которая тебя характеризует. Есть, да, но я в следующий раз про нее расскажу. Сейчас у нас дзева. Ладно, ладно. Вот доберемся до китайского урока, и расскажу про идиома, которая меня характеризует. Спасибо. Вот эта рука забирает чашку чая для чайного апгрейда. Есть такая, да, есть одна из идиом, которая меня, да, все шутили, что она похожа на меня очень, меня описывает. Но об этом все еще раз. Еще раз спасибо за донат. Миша это не только монтажер, но и официант. Ну, да. Вот Коля говорит история там, где один слог ши. А, вот эта история. Ну, да, 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 да. Есть такая история. Есть вообще известная, есть же в английском языке известные такие вот, там есть все предложение, которое состоит целиком из одинаковых слов. В английском таких несколько есть, а вот в китайском есть там ши, 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 да. Потому что ши – это лев, и еще ши – это старец, мудрец, да. И еще есть там у них, там есть ши – это является. И там еще есть много всех этих значений, есть одно даже похабное значение. В общем, много-много всех этих разных. Да, есть такая. Я, естественно, не воспроизведу ее. Там прям она слов, наверное, иерографов 60. Спасибо большое. 60. И все они ши, да, только с разным тоном. Это прям звучит… На ютубе можете найти, типа там ши, какой-нибудь там ши, там Chinese ши, и вы увидите вот эту историю, где там прям какой-нибудь китаец ее воспроизводит. Звучит просто очень-очень странно для нашего уха, конечно же. Так, поехали, к партии возвращаемся, иначе мы стрим не закончим. Так. А в русском языке есть целый рассказ, в котором все слова начинаются на букву «п». Ну, я думаю, в русском языке есть много рассказов, которые начинаются на одну букву. Это у нас такая популярная тема в русском, да. Но на одну букву это все-таки не так эффектно, как когда все слова вообще одинаковые. Слушай, а вот я в английском не знаю такой истории, чтобы… Ну, в английском есть предложение про Buffalo. Если загуглите слово Buffalo, которое пишет… сейчас я даже напишу… Вот это слово можно ввести в гугле, что-нибудь типа там Buffalo, и там какая-нибудь фраза, и там предложение, и Google наверняка подскажет. Там там Buffalo, 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 Buffalo… Там практически… Но ее надо грамотно разбивать в правильных местах, ставить как бы запятые, чтобы передавался смысл. Так, ну все, ладно, не будем отвлекаться на лингвистические фокусы, мы и так отвлеклись сильно от партии. Да-да-да, отец Ануфри, да, эту историю я тоже знаю, да. Давайте закончим с этой партией, а то как-то как-то нехорошо получилось. Дзеву мы оставили на… Что у нас там, буковки, да? Буквки. Ставим голосование. Давайте последнее голосование, не будем уже оттягивать, а то все уже, наверное, уже устали. У вас уже поздно, у нас тоже поздно, но у вас-то как поздно. Давайте поставим здесь буковки. Ну что, поставим так, так, так и самый грамотный ход. Давайте, А, Б, С, Д. Как черным ответить в углу? Кстати говоря, есть такая грамотная форма здесь, да, эту форму хорошо знать, потому что в подобных ситуациях вот очень часто вот этот ход, который сейчас один из четырех мы узнаем, вот он является как раз самым лучшим. Вы пока голосуйте, а я пока съем еще немножко пахлавы на зависть Ксении. Ах, пахлава, ах, пахлава. Вот что донат это делает. Как оно, в Грузии отличается от той, что в России? Ну, это, видимо, не самая премиальная пахлава. Бывает и лучше. Но сегодня весь день дождь, а у нас есть пахлава прямо рядом с домом. Ее тут делают, видимо, на то, чтобы рассылать такое, типа, оптовое место, где прям там кухня, и там ее готовят. То есть там, видимо, их никто не покупает, кроме меня. Так, хоп-хоп-хоп. Все уже проголосовали. Куча голосов. Что, закрываем? Так, все закрыли, да. Все говорят С. Вот Александр в последнюю секунду вставляет С. Да, вы все большие молодцы. Конечно же, да, здесь в такой ситуации ход С это самый лучший ход. Почему ход А плохой? Ну да, ход А, потому что... Потому что ход А, конечно же, оставляет всякие, всякого рода слабости. То есть, понятное дело, что эти слабости не сейчас играют. И понятное дело, что сейчас белые не будут играть сюда, чтобы эти слабости нейтрализовать. После этого у черных все хорошо, конечно же. Но проблема в том, что вот так-то, конечно, белые играть не будут. Они будут, как Антон делает, они будут оставлять эти слабости и лелеять их до конца игры. И потом когда-нибудь, возможно, вот этот ход сыграет. Неприятный ход в эту точку. И черным тут придется, возможно, как-то с каким-то адзе справляться. Возможно, сейчас ничего не работает, но потом, когда белые там усилятся, может быть неприятно. Во всяком случае, выход в центр блокируется очень легко. Да, да, да. Поэтому, конечно... Так, Ксюша предлагает D3. А, это, видимо, так. D3, D2. А, говорит D2, D3. А, D2. Я думаю, вообще так отвечать, конечно. Ну да, тут всякие ходы появляются типа вот такого хода, да, например. Они становятся полу-сента какими-то. Какой-нибудь ход сюда становится, например, неприятным очень. Сюда сыграли. Вроде бы камень у черных забираем. Но при этом, если черные не отвечают, да, если черные, например, сыграют, там, здесь. Потом здесь появляется ход. И внезапно тут уже какие-то могут неприятности возникнуть. И весь угол, весь угол у черного вполне может просто так раз и отвалиться. В общем, опасно это все. И поэтому вот такой ход был сыгран, и это лучший ход, конечно же, да. В такой форме очень часто не блокировать, потому что слишком жадно. А, вот. А, за белых все ходы. Ой-ой-ой. Ну понятно, ладно. Короче, за белых там, да, да. А там дофига ходов, да, которые помогают. Помогают. Тут белые... Больно делать. Тут белые поскакали. И идея в том, что, в принципе, белые эти два камня-то могут скушать. И черные готовы эти два камня справа, в принципе, даже подарить белым. Если им удастся за это что-то получить снаружи. То есть черные не пытаются бежать сразу, а они вот строят снаружи. И вот тут. Вход сюда. И... Казалось бы, да? Дзёва почему-то... Почему-то Дзёва... Почему он не забирает эти два камня? Ну, казалось бы, два камня же можно забрать. Но Дзёва так не делает. Потому что, если забрать два камня, то смотрите, что получается. Понятное дело, в партии этого не случилось, но за кадром осталось. Конечно, черные сыграют снаружи. И что делать белым? Забирать? Тогда это тоже сента. И черные получают очень крепкую, хорошую позицию снаружи. И теперь они перекинутся и начнут атаковать белые камни снизу. Если белые попытаются сюда сыграть? Ну, хорошо. Ещё раз блокируем. Сюда играют? И самое главное, тут так хорошо у черного стоят камни. Так всё у них расставлено, что можно прям блокировать. А здесь можно сыграть сюда. Белые пытаются убежать, но им никак не уйти от того, чтобы захватывать будут эти камни. И ещё раз сюда. И ещё раз сюда. И как ни крути, как ни крути, нужно возвращаться и захватывать. Нужно возвращаться и захватывать. И это тоже сента. Да? И получается, что вот черные всё равно у них получают крепкая позиция. Главный ход 1 – это пустой треугольник? Ну, да-да-да, конечно. Я помню, когда Александр Динерштейн когда-то очень давно приводил примеры, когда японец в принципе не может сыграть такой ход, потому что это плохая форма. Ну, как так? Хотя этот ход работает и корейцы играют, а японцы настойчиво не могут, потому что... Ну, у меня... Я тоже, я прям поддерживаю японцев здесь, потому что у меня тоже есть такое неприятное ощущение, когда я должен играть в пустой треугольник. Только если я вижу, что он прям точно работает, вот прям всё работает, я отрезаю, там всё умирает. Опа, так, что происходит? Найфловор. А, привет, привет. Привет, фолло. Привет, новый фолловер. А, да. Если только я вижу, что прям работает пустой треугольник, и я что-то режу и убиваю, ну окей, конечно я сыграю. Но вот в любой другой ситуации я 10 раз подумаю, прежде чем играть в пустой треугольник. Очень некомфортно тоже себя чувствую, когда играю в ход, поэтому... Да, и конечно же здесь этот ход не сыгран, а вместо этого сыгран вот этот ход, который как раз не даёт этого комфортного хода, который хотелось бы сыграть чёрным. Но теперь чёрные могут дать этот отаре в сенте. И вышли. Спасли и камни, но теперь уже дёво... Здесь всё нормально за белых по-прежнему. В принципе ничего не меняется. Баланс такой же остаётся. У чёрных по-прежнему плюс от коми. От отсутствия, вернее, коми. Белые атакуют двушку внизу. Двойной хана. Стандартная техника у нас. Двойной хана очень активно. И здесь за чёрных, в принципе, компьютер рекомендует просто-напросто забрать этот камень и отдать. Вот так сыграть и отдать двушку. Забрали. Отдали двушку. Но здесь выбирает... Видимо, не понравилось Акабоси, что у белых получается такой выход лёгкий в центр. Здесь теперь тут такая дыра, вот тут. То есть тут надо что ещё? Какой-то ход добавлять. Да, выглядит очень плохо. Не знаю. Да, вот тут... Поэтому... Так я бы не отдал. Поэтому Акабоси мне отдаёт. Да, он играет так. Компьютер это ругает, но ругает не очень сильно. По-прежнему у чёрных всё неплохо. Белые вытягиваются. Так. И здесь лучший ход. Лучший ход делает Мэйддин. Естественно, атакует эту форму. И эти камни умирают. Но в чём дело? Естественно, чёрный не планировал их спасать. Он понимал, что камни умрут. Но идея в том, что они умрут, а пока они умирают, мы сейчас получим запечатывающие ходы. И снаружи мы белых-то и запечатаем. И получим сильную-сильную позицию снаружи. То есть чёрный делает, по сути, вот то, что... Если посмотрите курс, то увидите, там есть советы самого Дзёва. Дзёва давал всё время советы, как играть сильнее. И вот один из его советов был, что нужно играть плотные, надёжные ходы, укрепить свою позицию, а потом уже искать слабости противника. Но сначала надо самому укрепиться. И вот чёрный делает вот такой вот офигительнейший Тесудзи. Который абсолютно не нравится компьютеру. На мой взгляд, просто сама смелость такого хода, это как красиво. Это как какая-нибудь жертва ферзя в шахматах. Вот здесь такой же красивый ход. Этот ход на него тоже довольно некомфортно за белых отвечать. А я точно смотрел эту партию? Я как будто бы не смотрел. Да, да. Это вот вторая партия. Очень классный ход. Они сыграли две партии тогда. Одну Мэйдин оставил незавершённой после сотого хода. А раз он её оставил незавершённой, то мы предполагаем, что, вероятно, Мэйдин её, конечно, проигрывал. И не захотел просто её официально проиграть. А эта партия была ещё короче, чем сто ходов. Сейчас мы, собственно, это и увидим. Да, и здесь некомфортно. Не очень-то комфортно за белых. В партии белые сыграли сюда. Например, если белые сыграли, вот такое соединение. Кажется, неплохо вроде работает. Но тоже здесь чёрные, конечно, играют сюда. И дальше чёрные... Что здесь делать? Если играть отсюда, тут чёрные ещё и выжить могут попытаться. Как-то неприятно, опасно. Сыграть, если отсюда, чёрные обвиняются. Здесь вроде надо как-то резать и забирать. Ну, там разрезание Q5, да, у чёрных появляется. Да, появляется вот это разрезание, да. И вот, да, вроде бы белые всё забирают, но при этом очень-очень некомфортно они всё это забирают. Очень плохие формы, очень неприятно за белых тут всё это играть. Поэтому в партии, в партии Део Мэйдин играет такой Атари. Чёрные вставляют вот этот ход. Очень комфортненько вставляют. И в дальнейшем у них появляется возможность просто-напросто отрезать вот эти два камня белых. Вот эти вот. Вставили этот ход. Белые ответили. И дальше чёрные, как ни в чём не бывало, закрывают снаружи. И это опять-таки сенте. Надо вроде белому реагировать. Белые сыграли. Ещё один ход. Опять сыграли. И то есть чёрные получили то, что хотели. Снаружи запечатали белых. Всё это проделали в сенте. Получили полезный камушек в R5. И вот теперь, наконец, после того, как всё это сыграно, можно перекидываться дальше. Отрезают здесь и группа белых вот слева, которую они с самого начала пытались атаковать. Сейчас она побежит. Atari. А сейчас позиция явно выглядеть лучше за чёрных. Да, позиция здесь выглядеть лучше за чёрных. Всё правильно, да. У чёрных вначале было что-то типа 80%. А сейчас показывает больше 90%. И у чёрных типа 10 очков перевеса. По-компьютерному. Опять-таки, вот такое Atari. И, конечно, мы не соединяемся с пустым треугольником. Не идём на поводу у белых. Что было бы слишком-слишком жирно для белых. А игнорируем этот ход. Игнорируем этот. Один камень-то можно и отдать. А мы удлиняемся сюда. Не даём этого хода белым. Потому что, представьте себе, вот если бы, например, мы сыграли. И вот этот ход за белых сюда, да. И у белых форма становится прям явно лучше. То есть даже если белому надо просто выживать здесь. То вот как-то форма здесь за белых становится более жизнеспособной. А мы у них этот ход забрали. И у белых не глазастая форма. То есть даже если белые взяли, ну хорошо. Сыграли сюда. И у белых глаз-то нет пока. Всё равно бежать надо. Белые бегут. И опять надавливаем на левую группу. Опа! Опять надавили. И опять вроде белым надо отвечать там. Ответили. Сыграли в центре. Чёрные укрепились. Снова надо слева отвечать. Косуми, мне кажется, очень такой японский. В японском стиле ход. Ну очень, да. Этот ход сложно себе представить, да, наверное, сыгранным сегодня, вероятно. Но с другой стороны супер надёжно. У чёрных никаких слабостей. Опять-таки вот следуя этим советам. Слабости убираем. Не, я имел ввиду за белых. Но за чёрных тоже, да. А, за белых косуми. Ну, тут, конечно, белые, наверное, вряд ли могут себе позволить слишком авантюрную игру. Но с другой стороны, видимо, такой ход показался слишком прямолинейным. И, наверное, оставляющим большей слабости. Потому что косуми всё-таки ход очень надёжный. Форма очень классная. Её не распилить. То есть вот это, при каком-то стечении обстоятельств, если чёрные хорошо усилиться, то в дальнейшем чёрные могут попробовать. всякие такие вещи. И прямо-таки даже отпилить. А вот косуми как раз-таки от такого может защитить. Да, то есть если попытаются потом чёрные сюда, то у белых всегда будет. Вот оно, это косуми помогает. Чёрные сюда, белые, ой. Белые соединяются. И всё у белых хорошо. Так что косуми тут, конечно, смотрится очень надёжненько. Возможно, не самое. Ну, обычно, когда откосами проще глаза строить. Потому что если прыжок, то там сделали надзоки, и всё, и уже глаз нет. Ну, возможно, и это тоже, да. Чёрные укрепились, белые укрепились, и партия практически сейчас закончится. Потому что Майдин, мы помним, её ставит незаконченной, эту партию, в неприятной для себя позиции. Чёрные укрепляют форму. Всё, отлично. Делает так. И тут вот дальше следует ход, после которого Майдин решает эту партию не завершать. Ход для меня абсолютно космический. Я, конечно, в прошлый раз сделал и голосование по нему. Но я думаю, можно сейчас тоже это, в принципе, сделать. Да, мне кажется, можно повторить. Я надеюсь, кто-то и кто-то не помнит, если кто-то из тех, кто... Наверное, последний раз. Это последний ход, который для меня абсолютно неправдоподобный. Я не понимаю, как такой ход можно найти в партии. Тем не менее, вот именно этот ход предлагает компьютер как лучший. И именно этот ход Акабосе, гениальный Акабосе, которому в этот момент 24 года, а в то время 24 года, это был очень молодой возраст игрока, Акабосе делает этот ход. Ну, давайте предложим несколько вариантов. Мэйдин эскейпер. Мэйдин, ну, в общем-то, да. Мэйдин эскейпер, да. Вот такая у него была замечательная возможность у Мэйдина. Как у самого сильного игрока в стране, он мог позволить себе не доигрывать партии, которые не хотел. Так, ну что, давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. Давайте сделаем так. И где же голосование? А вот и оно. Последнее голосование на сегодня. А я пока еще немножко похвалы, друзья. Как интересно. Так, интересно хрустит пахлава на стриме. Не, это же партии в курсе не было, правильно? Да, этой партии не было в Креме. А, все смотрели в курсе. Да, да, да. Этой партии не было. Этой партии не было в курсе, поэтому... Все могли смотреть предыдущий стрим на английском языке. Пару стримов назад, может быть, неделю назад. Я эту партию показывал на английском языке. Но если кто-то не видел, то вот. Ну что, закрываем голосование, да, наверное? Так что в курсе я просто говорю, что да, да, да. Они сыграли еще одну партию, которая закончилась еще быстрее. И на этом все заканчивается. И партию я не показываю. А вот и она. Просто в курсе я решил на это время не тратить. Чтобы слишком много не было. Ага, английский стрим, да, да, да. Так, что у нас получилось? Все говорят... Все говорят D. Все говорят D. Давайте смотреть. Следующий. Молодцы. Да. Видимо, все смотрели английский стрим. Да, вот этот ход. Я, конечно, абсолютно не понимаю его. У меня нет объяснения, почему этот ход лучший. Он как-то вот... Ну, в книжках такого хода не увидишь. По крайней мере, в тех книжках, по которым мы когда-то учились. В тех лекциях, по которым мы учились. Все то, что мы знаем про Go, все то, что нам показывали, нам говорят, что, ну, есть в такой ситуации... А, самый странный. Ну, да, да. Я вывод слишком обычных ходов поставил в качестве варианта. Конечно, этот ход напрашивается, да, в такой форме. Ну, напрашивается. Но тут, конечно же, все понятно. Дело, естественно, играет Хана, и все просто. А вот этот ход тоже вроде напрашивает такая форма. Но слишком пассивно. Непонятно, что он вообще делает. А вот, конечно, ход сюда. Не, ну, есть точка разрезания М7, то есть, хочется ее закрыть. Ну, да, но он ее, в принципе, закрывает, да. То есть, если белый режет, наверное, будет Татари сюда. Конечно же. Последует Татари так. И, наверное, так. И, ну, проблема только у белых здесь. Ясное дело, что два камня белых слабее, чем шесть камней черных справа. Ну, мне кажется, еще идея этого хода в том, чтобы, если белый начнет дальше прыгать, будет проще эту группу атаковать. А Татари с другой стороны, Горич? В смысле, вот здесь вот так? Ну, наверное, можно и так. А, в смысле, чтобы потом сыграть вот так? Ну, возможно. Возможно. И ловится, да, камни? Ну, они не то, чтобы ловится. Здесь есть такой вот ужасный пол. Ну, черный соединяется. Ну, не знаю, как-то. А, это же там же Сенте. Ой-ой-ой. Так, здесь можно... А, это же вот это Сенте. Это же Сенте. Да, тут все проблемы... Да, я согласен. Есть даже отверстия с другой стороны. Мне просто показалось, что вот эта форма настолько напрашивается своей красотой. Ты уже не согласна с программой. Я бы С сыграл, Горич. Сюша. Ц. Ц. Я, честно говоря, тоже... Я вообще не знаю, что я здесь сыграл. Не понимаю, потому что... Вроде кажется, что белых атаковать особо не получится. Но дело-то не в атаке. Дело в том, что... Понятное дело, что белых мы не убьем. Белые точно убегут. Проблем-то нет. Просто... Чёрный нагрев. Этот ход, наверное, белый сейчас может сыграть прилипание сверху. Нет? Поактивнее. Вот так. Возможно. Возможно. Я согласен с программой. Слушай такая. Понимание в помощь чёрному. Ну, мы чёрному-то можем немножко и помочь здесь. У чёрного здесь очень сильно всё. У чёрного слабости-то нет, а у белых есть. Поэтому, если мы чёрных ещё укрепим, то не беда. То есть, если чёрные сыграют как-нибудь там пассивно, да, здесь? Сыграют как-нибудь так. А мы тут что-нибудь такое сыграем, да? А потом ещё такое и такое, да? Если мы так заставим их играть... В чёрных много камней, но очков-то мало. А мы укрепились, допустим, да? А мы так сыграли. Да, явно переконцентрация. И у белых всё хорошо. Вот такая позиция, мне кажется, белых в лицах бы всё устроило. Но, я думаю, на такую позицию Акабоси не пошёл бы. Скорее всего, тут всё было бы гораздо более печально за белых. Скорее всего, белых бы немножко задавили здесь. Белые должны были бы бежать. То есть, к чему их подталкивать, наверное, Акабоси? К тому, что белые бежали бы сюда. Ну, а чёрные тем временем надавят на группу сверху, например. Там тут сыграют, тут сыграют, какой-нибудь там... И попытаются вот эту зону, может быть, как-то закрыть. Каким-то ходом. Не знаю, какой этот ход можно выбрать, какой-нибудь понадёжней. Какой-нибудь такой... такой. Пытаются закрыть зону. Ну, и если чёрные там много очков достаточно получат, то у чёрных хорошая перспектива, наверное, в партии. Возможно, я очень пессимистично за чёрных предложил. Наверное, есть какие-то более интересные планы, но как-то вот так. В любом случае, да. После вот этого вот замечательного компьютерного хода партия закончилась. Была, вернее, оставлена недоигренной. Так что, сами понимаете, что это подсказывает. Видимо, сам Ханиба Дзёва признал гениальность этого хода. Ну да, видимо, Ханиба Дзёва не знал, что с этим делать. И какого-то активного ответа здесь не придумал. Фух, так что вот. Рассказал вам про эту партию на русском. Надеюсь, вам понравилось. Опять же, господа, так сейчас мы вернёмся к другой камере. Опа, Олег, да? Добро пожаловать. Вы с нами с самого начала и вот внезапно. Опять же, господа, да, мы всегда ждём какие-то предложения по стримам. Потому что стример я неопытный. Стример я совсем недавно. И делать карьеру в стриминге я, наверное, не планирую. Но, тем не менее, мы, конечно, хотим сделать интересные классные стримы. Чтобы это было не просто гумеджик отвечать на ваши вопросы. Что мы там сейчас сделали. Давайте мы сейчас поделимся с нашими там новостями. Конечно, мы будем рассказывать на стримах. Но было бы прикольно, что какие-то от вас могут быть идеи, предложения. Что, может быть, на стримах нам можно было бы поделать классного. Потому что лично меня угнетают стримы, которые я вижу на твиче. Когда просто стример садится, открывает фокс, включает партию и там сидит такой. Ну, это как-то очень депрессивно. И даже если его смотрят там хоть 100 человек, хоть 200 человек, но мне кажется это как-то очень однообразно. И поэтому хочется сделать какие-то стримы на разные темы. Стримы с вопросами, стримы с какими-то задачками, стримы с разборами партий, стримы с чем-то еще, 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 еще. И главное, чтобы вы могли в этом поучаствовать. То есть не то, чтобы я говорил-говорил, связки тут свои надрывал, а вы сидели такие там и... Да, стример, да, давай, говори-говори. Спасибо, Ксюша, да. Дзёва оказался еще более так и просто ливнул из партии. Ливнул. Что за жаргончик? Что это за жаргончик? Вот, так что ваше предложение, пожалуйста, можно... В выходные появятся новые русские субтитры в курсе про Дзёву. Я надеюсь, что да. Сейчас уже второй урок есть в русском переводе. По-моему, второй урок есть. И сейчас дальше будет прям, я надеюсь, там с третьим уроком пока не понятно, что остальные сейчас там дальше будут сделаются. В общем, всё скоро будет. И естественно, когда они все появятся, мы об этом отдельно вам всем объявим. Так что, да, интересные какие-то... Да, ну что, в городе, небольшое объявление. Мы сейчас ищем новых сотрудников, новых людей, которые могли бы нам помогать делать GoMagic. Потому что мы, на самом деле, тут работаем на износ. Кто-то работает уже очень давно, без каких-либо там выходных отпусков. Вот. Уже многие устали из нас. И нам нужна новая кровь. Давай, Антон, я тебе покажу, Антон. Ой, я сейчас на тебя покажу. А я выключился. А, ты выключился? Ай-яй-яй. Да ладно, что там у меня смотреть. Да-да-да, господа. Помимо того, что всякие новости по стриму и что вам было бы интересно на стримах, конечно, да, это ещё важнее. Если у кого-то есть какие-то знакомые или вы сами хотите как-то поучаствовать в проекте, то мы, конечно же, ищем замечательных людей, которые будут с нами работать, помогать. Разумеется, это всё не на волонтёрской основе, в том числе и за деньги, конечно же. Нам нужны... Включи ещё себя. Включи. Хорошо, давай. Давай, давай. Всё, всё, всё до скрина. Давай. Что? Всё, можно выключать? Как где-то смешно. Вадим разговаривает там с собой. Там-то Вадима. Ладно, всё, выключаю. Вот. Так что мы там... Что мы ищем? Мне последнее время написал очень много... Можно сделать клип этого фрагмента. Можно заклипать. Ладно, ладно, посмотрим. Да, мы... Мне написало много... Хе-хе-хе. Мне написало много переводчиков. Если кто-то смотрит, спасибо вам всем большое. Да, мы сейчас просто внезапно столько переводчиков, сколько у нас нет текстов. У нас в дальнейшем будут вещи на переводы, конечно же. И в основном, я так понимаю, многие переводчики, которые написали, гораздо переводить с английского на русский, но не так много гораздо переводить с русского на английский. Вот это часто приходится делать мне. У нас часто с английского на русский, но, например, какие-то интересные статьи мы будем переводить с русского на английский. И, например, если будут русскоязычные преподаватели, мы их, конечно, будем переводить на английский тоже. Поэтому, если кто-то гораст, то пишите. Будем добавлять какой-то резерв. И когда оно будет нужно, конечно же, да. И вот задачки... Про менторов расскажем. Про менторов может еще рассказать. И мы тоже подыскиваем англоговорящего человека. Ну, да, да. Мы сейчас планируем сделать такую штуку, про которую мы еще, в общем-то, наверное, не объявляли. Планируем сделать менторов. Антон, можете расскажешь? У тебя хорошо, мне кажется, получится. Ну, почему ты сидишь там? У меня звук достойный. У тебя там хороший микрофон, картинка. Ой, ой, ой. Ну, ладно. Отвинтился-то. Ладно, хорошо, да. Мы планируем сделать... Вот он, короткий стрим, да? Хотели короткий стрим, а получилось опять три часа. Хотели мы, да, создать систему менторов, то есть чтобы была у людей опция за какую-то небольшую денежку. Взять себе такого как бы ментора, который будет его ввести. То есть если вот он начинает играть, заниматься GoMagic, смотреть какие-то лекции, играть в партии, разбирать задачки, деревья навыков. И какие вопросы, естественно, у людей появляются. Они с этими вопросами приходят в Discord, но в Discord мало кто там ответит, кто-то не ответит. И вот чтобы всегда было кому эти вопросы задать, мы думаем сделать такого вот... Таких нескольких человек-менторов. Соответственно, в зависимости от уровня игрока ему будет назначаться соответствующий ментор, соответствующий наставник. И можно будет этому наставнику всегда задавать какие-то такие вопросы. Что, типа, я не понимаю, у меня депрессия, я проигрываю 8 партий подряд, что же делать? И вот этот самый ментор будет подсказывать. Соответственно, для начинающего уровня там есть свои менторы. А вот, например, для уровня повыше нам, конечно, нужны какие-то люди, которые, например, прям хорошо играют. Какие-нибудь там уровни топ российских данных, например, которые говорят по-русски и, например, говорят по-английски неплохо. Ну, как топ российских данных. Ну, какой-нибудь там, что там, типа какой-нибудь там пятый российский дан, да, четвертый российский дан. Антон, как ты думаешь? Ну, я думаю, данным менторы уже не нужны. Но дело не в силе игры, на самом деле... Ну, старше, для старших те уже. Не, ну, главное, просто чтобы тебя разгрузить, потому что если тебе еще придется быть ментором для англоговорящей нашей аудитории, ты просто не потянешь, поэтому да, нам, конечно. Вообще, ребят, скажите, как вам эта идея? Нужно ли нам делать эту систему? Ну, а мы пока продумываем. Наверное, это будет несколько, как бы, уровней, да, то есть за какую-то совсем небольшую денежку будет просто человек, который будет отвечать на ваши вопросы. То есть можно будет всегда к нему в личку обратиться, там, какие-нибудь по помощи, там, что-то там посоветовать, там, почитать, посмотреть. Вот это вот все. И, наверное, будет какой-то другой уже продвинутый уровень менторов, когда человек, наставник будет прям, может быть, создавать какую-то вам личную, какой-то roadmap, по которому будет идти какой-то план развития, там, на ближайшие несколько месяцев, я не знаю, да, какие-то задачи подкидывать. Да, у нас такая мысль была с самого начала, собственно, создания GoMagic, потому что мы понимали, что сразу создать 50 курсов, которые закрывают все ваши вопросы по теории и развитию Go очень сложно, потому что мы их создаем потихонечку, постепенно, то в любом случае у людей появляются вопросы. У нас с самого начала была мысль создать таких вот, каких-то преподавателей, которые помогают в случае, вот, в случае, если есть, да. Да, вот спасибо, Ксюша, да, вот Discord, наш Discord, пожалуйста, там у нас есть прям вопросы, ваши предложения, ваши отзывы по гуману, в общем, любые вопросы, вот, если вам кажется, что система менторов – это хорошая система, то пишите туда, если вам кажется, что плохая, почему, пишите тоже туда. Слушай, мне кажется, что мы слишком поздно эту тему подняли, вообще-то надо было, наверное, с нее начинать, будто мы там с тобой полтора часа играли в партию, все уже разбежались. Ну, да, 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 да. Потому что нельзя просто так взять и выключить стрим, потому что стримы, стримы, они так быстро не заканчиваются. Как вот, как взять и сказать, так, ну все, Антон, включаем Антона. Так, все, всем пока, что, партия играли? Так, Дема, ну, Дема будет в следующий раз. Что там, Дема, да ладно, еще курс, в курсе есть. Слушай, на следующий раз, мне кажется, что было бы логично про Хуан Лонг Ши поговорить. Ну, пастная партия. Да, да, безусловно, я не знаю, будет ли это именно в следующий раз. В следующий стрим на английском языке будет уже в субботу, я думаю. Соответственно, времени не очень много, а я все-таки к каким-то таким вещам готовлюсь. Я не то, что их беру, открываю и… У нас есть отпуска для разнообразия. Да, пока-пока, Дед Лягушка, да, хорошо, спокойной ночи. Да, мы тоже заканчиваем сейчас. Да, я думаю, что, ну, в любом случае, очень скоро, в преддверии выхода курса про замечательного игрока Хуан Лонг Ши, мы обязательно будем про него стримить. Я наверняка покажу что-нибудь из его партий, из того, что в курс не вошло, что-нибудь разберем. Не обязательно в следующий раз, возможно, будет что-то другое, но рано или поздно будет обязательно. Так что оставайтесь на связи, следите за обновлениями и, короче, держите пальцы крестиком и морду кисточкой. Все будет хорошо. Пишите предложение, кого вы хотели увидеть на стриме, кроме меня. Да, кстати, да. Я-то на стриме, видимо, буду… Мне уже нет в отец, к сожалению. Я бы, конечно, хотел кого-нибудь сюда другого посадить, но не получается пока. Поэтому я буду на стриме, видимо, но я могу… Да, мы можем с кем-то созвониться из русскоязычных, из англоязычных, из Европы кого-то. Если кого-то хочется, то пишите, попробуем с ними законнектиться и на стримах вытащить, чтобы задавать им вопросы. Надеюсь, будет больше вопросов, чем Антону сегодня. Ну, го, Динера. Динера, я как-то слабо представляю себе Айсан Диненштейн на стриме у нас, но, наверное… Могло бы интересно получиться. Посмотрим. Может быть, да. Надо ему предложить. Ну что, ладно. Тогда всем спокойной ночи. Увидимся скоро на английском языке. Русский язык будет, видимо, теперь когда-то там. Но оставаясь, следите. Будет обязательно. Так что, покедова. Это GoMagic.